Все окружающее на миг утратило для меня реальность. С головокружительной быстротой неправдоподобная эта подпись заиграла в уголки с моей кроватью, камином, стеной. В глазах у меня все завертелось, как у падающего с лошади, и я спрашивал себя, нет ли иного бытия, совершенно не похожего на то, которое я знаю, находящегося в противоречии с ним, и, тем не менее, подлинного, открывшегося мне и мгновенно переполнившего меня той неуверенностью, какую скульпторы, изображавшие страшный суд, предавали фигурам воскресших из мертвых, стоящих на пороге иного мира. — Милый друг, — так начиналось письмо, — я слышала, что вы тяжело болели и больше не будете ходить на Елисейские поля. — Я тоже не буду туда ходить, там много сейчас больных, но мои друзья приходят ко мне в гости по понедельникам и пятницам. Мама просит вам передать, что если вы зайдете к нам, когда поправитесь, то мы будем вам очень-очень рады. — Дома мы возобновим дружеские беседы, которые мы с вами вели на Елисейских полях. — Прощайте, милый друг. Надеюсь, ваши родители позволят вам очень часто ходить к нам в гости. Шлю вам самый сердечный привет. — Жильберта. Пока я читал письмо, моя нервная система с поразительной быстротой воспринимала весть о том, что ко мне пришло великое счастье. Но моя душа, то есть я сам, собственно говоря, существо, наиболее заинтересованное, еще ничего не знала. Счастье, счастье, связанное с Жильбертой, это было то, о чем я постоянно думал, нечто исключительно умозрительное, то, что Леонардо, говоря о живописи, называл коса ментале. Мысль не сразу усваивает исписанный лист бумаги, но, дочитав письмо, я сейчас же начал думать о нем. Оно стало предметом моих мечтаний, оно тоже стало коса ментале. И я уже так его полюбил, что у меня появилась потребность каждые пять минут перечитывать и целовать его. Вот когда я познал счастье. Жизнь полна чудес, на которые всегда могут надеяться любящие. Не лишено вероятии, что это чудо было искусственное, сотворенное моей матерью, Убедившись, что за последнее время мне все стало безразлично, она попросила Жильберту написать мне. Так же, как она, когда я стал купаться в море, чтобы дать мне почувствовать удовольствие от ныряния, которое я не выносил, потому что начинал задыхаться, Тайком передавала сопровождавшему меня купальщику изумительные раковины и ветки кораллов. И я был уверен, что это я нашел их на морском дне. Впрочем, самое лучшее – не стараться осмысливать происходящее в жизни при самых разных обстоятельствах события, касающиеся любви, Так как то, что в них есть неизбежного и как бы нечаянного, по-видимому, подчиняется законам скорее сверхъестественным, чем разумным. Когда какому-нибудь человеку, прелестному, хотя он и миллиардер, дает отставку бедная и непривлекательная женщина, с которой он живет, И он, в отчаянии призвав на помощь всемогущее золото и, прибегнув ко всем земным соблазнам, убеждается, что усилия его тщетны и что упорство возлюбленное ему не сломить, То пусть уж лучше он объясняет это тем, что судьба хочет доконать его, что по ее он умрет от болезни сердца, но не ищет тут логики. Преграды, которые силятся преодолеть любовники и которые их, воспламененные душевной болью воображения, напрасно пытаются распознать, Иногда коренятся в черте характера женщины, которая от них ушла, в ее глупости, в том влиянии, какое оказывает на нее кто-нибудь им неизвестный, В тех предостережениях, какие она от него выслушивает, в требованиях, какие она предъявляет к жизни, чтобы жизнь дала ей чем-либо насладиться немедленно, Меж тем, как ни ее любовник, ни его богатство не могут доставить ей эти наслаждения. Так или иначе, невыгодное положение, в которое поставлен любовник, не способствует уяснению сущности преград. Женская хитрость утаивает ее, а его разум ослеплен любовью и не в состоянии точно определить, что же это за преграды. Они похожи на опухоли, которые врач в конце концов удаляет, так и не доискавшись причины их возникновения. Подобно опухолям, преграды не выдают свои тайны, но они временны. Правда, в большинстве случаев они долговечнее любви. А так как любовь — страсть небескорыстная, то разлюбившего влюбленного уже не интересует, отчего женщина, которую он любил, бедная, легкого поведения, в течение нескольких лет ни за что не соглашалась, чтобы он продолжал содержать ее. И вот та же самая тайна, которая постоянно скрывает от взора причину катастроф, столь же часто окутывает и внезапность счастливых исходов в сердечных делах, вроде того, который я обнаружил в письме Жильберты. Исходов счастливых, или, по крайней мере, представляющихся счастливыми, так как по-настоящему счастливых не бывает в тех случаях, когда тобой владеет такого рода чувство, которое, сколько его не утоляй, все равно причиняет боль, но только обыкновенно эта боль каждый раз перемещается. Впрочем, изредка вам дается передышка, и тогда в течение некоторого времени вам кажется, что вы поправились. Что касается того письма, подпись, под которым Франсуаза отказалась признать за имя Жильберта, потому что «жи» скорее напоминала «а», между тем, как последний слог, благодаря зубчатому рощерку, занял невероятно много места, то в поисках разумного объяснения совершенному им перевороту, так меня осчастливейшему, пожалуй, можно прийти к выводу, что этим переворотом я отчасти был обязан случайности, которые, как я думал вначале, погубят меня в глазах сванов. Незадолго до получения письма ко мне пришел блок, как раз когда в моей комнате находился профессор Катар, которого, поскольку я выполнял назначенный им режим, мои родители снова начали приглашать. По окончании осмотра они оставили Катара обедать, а блоку разрешили пройти ко мне. Приняв участие в общем разговоре, блок сообщил, что слышал от одной особы, у которой он вчера обедал и которая очень дружна с госпожой Сван, что госпожа Сван ко мне благоволит. Я же хотел ему на это сказать, что он, по всей вероятности, ошибается, и в доказательство, побужденный той же самую правдивостью, которая вынудила меня осведомить об этом маркиза де Норпуа, а также из боязни, что госпожа Сван сочтет меня лжецом, сослаться на то, что я с ней не знакома и что мы с ней никогда не разговаривали. Но у меня не хватило духу возразить блоку. Я понял, что это он нарочно, что он придумал то, чего госпожа Сван сказать не могла, чтобы ввернуть, что он обедал у одной из ее подруг, и хоть это была заведомая ложь, но она ему льстила. Так вот, маркиз де Норпуа, узнав, что я не знаком с госпожой Сван, но мечтаю с ней познакомиться, счел за благо не заговаривать с ней обо мне. Зато ее домашний врач Катар, вдохновленный словами Блока о том, что она великолепно знает меня и хорошего мнения обо мне, решил при встрече сказать ей, что я прелестный мальчик, и что он со мной в дружбе, рассудив, что мне от этого пользы никакой, он же от этого выиграет. Таковы причины, побудившие его при случае поговорить обо мне с адеттой. Словом, я стал бывать в доме, откуда до самой лестницы доходил запах духов, которыми душилась госпожа Сван, и где еще сильнее пахло тем особым, мучительным очарованием, каким веяло от жизни Жильберты. Неумолимый швейцар преобразился в благосклонную Эвмениду, и когда я спрашивал, можно ли войти, гостеприимным движением приподнимал фуражку, в знак того, что он внял моей мольбе. Эвменида, оттическое имя Ириний, богинь мщения в древнегреческой мифологии. Еще недавно меня отделял от непредназначавшихся мне сокровищ блестящий, отчужденный, поверхностный взгляд окон на улицу, который казался мне взглядом самих Сванов. Зато теперь, в хорошую погоду, если я проводил всю вторую половину дня с Жильбертой, то мне случалось самому отворять окна, чтобы слегка проветрить ее комнату и даже выглядывать в них вместе с Жильбертой, когда ее мать принимала гостей, и наблюдать, как они выходят из экипажей, а гости почти всегда поднимали головы и, приняв меня за племянника хозяйки, в знак приветствия махали рукой. В такие минуты косы Жильберты касались моей щеки. Тонкость их волокон, естественная, и вместе с тем сверхъестественная, пышность плетенного из них орнамента производили на меня впечатление единственного в своем роде произведения искусства, созданного из травы райских садов. Я бы и в самом деле не пожалел горних лугов для обрамления крохотной их частицы. Но раз у меня нет надежды получить живую прятку от этих кос, то хотя бы иметь фотографию, и насколько же больше я дорожил бы ею, чем фотографии цветочков, которые нарисовал Леонардо да Винчи. Ради фотографии я унижался перед друзьями Свана, унижался даже перед фотографами, так ничего и не добился, и только связался с очень скучными людьми. Родители Жильберты, долго препятствовавшие нашим свиданиям, теперь, когда я входил в мрачную переднюю, где вечная рейла, еще более грозная и более желанная, чем в былом Версале встреча с королем, возможность встретиться с ними, и где, наткнувшись на огромную вешалку с семью ветвями, похожую на библейский семисвечник, я обыкновенно изгибался в поклонах перед лакеем в длинной серой ливреи, которая сидела на сундуке, и которого я принимал в темноте за госпожу Сван. Родители Жильберты, если я с кем-нибудь из них сталкивался, не выражали ни удовольствия. Напротив, они с улыбкой жали мне руку и говорили «Здрасте». Сама собой разумеется, что дома я с упоением и без конца упражнялся в подражании их выговору. «Жильберты знают, что вы должны прийти? Ну, тогда я не буду вас провожать к ней». Этого мало. Угощения, на которые Жильберта приглашала подруг, и которые долго представлялись мне наименее преодолимой из всех преград, высевшихся между нею и мной, теперь явились поводом для наших встреч. И об этих сборищах Жильберта уведомляла меня записками. Ведь я стала бывать у нее недавно, на разной почтовой бумаге. На одном листке был оттиснут голубой пудель со смешной подписью по-английски, в конце которой стоял восклицательный знак. Другой был с печатью в виде якоря, третий с вензелем «Ж.С», растянувшимся непомерной величины прямоугольником на весь лист. А еще были листки с именем Жильберта, то напечатанным поперек в уголке золотыми буквами, почерком моей подружки и кончавшимся рощерком под раскрытым черным зонтиком, то упрятанным в изображавшую китайскую шляпу монограмму, куда входили все буквы ее имени. Но только различить какую-нибудь одну из этих букв сплошь заглавных не представлялось возможным. Наконец-то, как набор почтовой бумаги, которым располагала Жильберта, при всем своем разнообразии не был, однако, неисчерпаем, несколько недель спустя я вновь увидел, как в первый раз девиз «Прямым путем» над рыцарем в шлеме внутри медальона из потемневшего серебра. Тогда я полагал, что бумага меняется, ибо того требует светский ритуал. А теперь мне думается, что, скорее всего, это была затея Жильберты, всякий раз припоминавшей, на какой бумаге она писала прошлый раз, с тем, чтобы ее корреспонденты, во всяком случае те, на которых стоило потратиться, получали записки на одинаковой бумаге через, возможно, более длительные промежутки. Так как вследствие разницы в расписании уроков некоторые подруги, приглашенные Жильберты на чашку чая, вынуждены были уходить, когда другие являлись, то я уже на лестнице слышал долетавший из передней говор. И этот говор, задолго до того, как я добирался до последней ступеньки, обрывал мои связи. Так волновала меня мысль об участии в величественной церемонии. С повседневной жизнью обрывал столь стремительно, что потом уже я забывал снять шарф, когда мне становилось жарко, или посмотреть на часы, чтобы вовремя прийти домой. Даже лестница, сплошь деревянная, как в тех домах, что строились тогда в стиле Генриха II, стиле, которым долго увлекалась Адетта, но от которого она потом все-таки отказалась, с объявлением, какого не было на нашей лестнице. — Спускаться на лифте воспрещается, — представлялась мне чудесной. И, описывая ее моим родителям, я сказал, что это старинная лестница, и что Сван привез ее откуда-то издалека. Любовь к истине была во мне до того сильна, что я не задумываясь, дал бы им эти сведения, даже если бы я был уверен, что они недостоверны, ибо только такого рода сведения могли внушить моим родителям почтение, какое испытывал я к лестнице сванов. Так, в присутствии невежды, неспособного оценить гениальность врача, лучше не говорить, что он не умеет вылечить насморк. Но я не отличался наблюдательностью, в большинстве случаев не знал, как называются и что собой представляют вещи, находившиеся у меня перед глазами. Я был уверен в одном. Раз ими пользуются Сван и, значит, это что-то необыкновенное. И потому я не сознавал, что, рассказывая родителям об их художественной ценности и о том, что лестница привезена, я лгу. Я этого не сознавал. И все же внутренний голос мне на это намекнул, потому что я почувствовал, что густо краснею, когда меня перебил отец. — Я знаю эти дома, — сказал он. — Я видел один. А ведь они похожи. Сван просто-напросто занимает несколько этажей. Дома эти строил Берлие. Берлие. Жан Батист. 1843-1911. Французский инженер-строитель, автор проектов пневматической почты и парижского метрополитена. Отец добавил, что хотел было снять квартиру в одном из таких домов, но передумал. Они неудобные и в прихожей темновато. Вот что он сказал. Я же инстинктивно почувствовал, что мой здравый смысл должен принести жертву ради престижа сванов и ради моего счастья. Усилием воли я, вразрез с тем, что услышал от отца, раз навсегда отстранил от себя, подобно тому, как верующий отстраняет от себя Ринанову жизнь Иисуса, тлетворную мысль, что в такой квартире, как у сванов, могли бы жить и мы. Как верующий отстраняет от себя Ринанову жизнь Иисуса. Работы Эрнеста Ринана 1823-1892, в том числе и его «Жизнь Иисуса» 1863, были далеки от ортодоксального христианства, и по настоянию церкви философ был лишен кафедры в Коллеже де Франс. Так вот, в дни угощений я поднимался по лестнице, уже ни о чем не думая и ни о чем не вспоминая, являя собой игралище самых низменных рефлексов, и вступал в зону, где уже чувствовалось благоухание госпожи Сван. Воображение рисовало мне шоколадный торт во всем его великолепии, окруженный десертными тарелочками с печеньем и серыми камчатными салфеточками, каких требовал этикет, и каких я ни у кого, кроме сванов, не видел. Но это неизменное, продуманное целое, словно зависело, подобно упорядоченной вселенной Канта, от крайнего усилия воли. Подобно упорядоченной вселенной Канта немецкий философ Эммануил Кант 1724-1804 считали, что картина вселенной упорядочивается при помощи субъективных форм созерцания пространства и времени. Убедившись, что всем в сборе, Жильберта вдруг смотрела на часы в своей маленькой гостиной и говорила, «Послушайте, завтракала я давно, обедать мы будем в восемь, я уже проголодалась, а вы?» Она уводила нас в столовую, где было темно, как в азиатском храме на картине Лембранта, и где здание торта, приветливое и уютное, несмотря на всю свою величественность, казалось, царило временно, а вдруг, не сегодня-завтра, Жильберте придет фантазия сбросить с него зубчатую шоколадную корону и разрушить его бурые отвесные крепостные стены, выпеченные наподобие бастионов, ограждавших дворец Дария. Дворец Дария. Речь идет о дворце персидского царя Дария I, 521-486 до Новой Эры, в Сузах, раскопанном французскими археологами, супругами Марселем Агюстом и Жанной Дьель-Фуа. Но, приступая к сносу неневийского изделия, Жильберта считалась не только с тем, что есть хочется ей, и извлекая для меня из-под обломков рухнувших чертогов целое звено стены в восточном вкусе, политой глазурью и разделенной на квадраты ярко-красными плодами, она осведомлялась, не голоден ли я. Она даже спрашивала, в котором часу обедают мои родители, как будто я еще это помнил, как будто я не так уже сильно влюбился и в состоянии был отдать себе отчет. Утратил я аппетит или голоден, как будто в опустошенной моей памяти еще хранились образы моих домашних, а в омертвевшем желудке ощущение обеда. К несчастью, это омертвение было мгновенным. Я машинально брал кусок за куском, а ведь их надо переваривать, но это потом. А пока что Жильберта наливала мне мой чай. Я пил его без конца, хотя одной чашке было довольно, чтобы лишить меня сна на целые сутки. Вот почему моя мать обыкновенно говорила, это мне надоело, мальчик всякий раз приходит от сванов больным. Но когда я бывал у сванов, разве я осознавал, что пью чай? А если б и сознавал, то все равно пил бы, потому что, возродись во мне представление о настоящем, оно не вернуло бы мне воспоминания о прошлом и предвиденье будущего. Мое воображение было неспособно долететь до того далекого мига, когда у меня возникло бы понятие о постели и желании спать. Не все подруги Жильберта испытывали такое состояние опьянения, состояние, когда человек не может ни на что решиться. Некоторые отказывались от чая. Тогда Жильберта пользовалась очень распространенным в те времена выражением «Мой чай явно не имеет успеха». К этому она, как попало, переставляя стулья, чтобы уничтожить впечатление некой церемонии, добавляла «Как будто у нас свадьба! Боже, до чего глупа наша прислуга!» Она сидела на стуле бочком в виде буквы «Х» и грызла печенье. Ведь у нее был такой, точно у нее этого печенья сколько угодно, и она может им распоряжаться, не спрашиваясь у матери, даже когда госпожа Сван, дни которой обыкновенно совпадали с чашкой чая у Жильберты, проводив гостя, вбегала сюда, иной раз в платье синего бархата, чаще из черного атласа, отделанным белыми кружевами, и с удивлением говорила «Ах, это должно быть вкусно! Вы с таким аппетитом едите кекс, что мне и самой захотелось!» «Ну вот и отлично, мама, мы вас приглашаем!» отзывала Жильберта. «Нет, нет, мое сокровище, что скажут гости?» «У меня еще сидит госпожа Тромбер, госпожа Котар и госпожа Бонтан. Ты же знаешь, что милейшая госпожа ненадолго не приезжает, а она только что приехала. Как я могу бросить дорогих гостей, что они обо мне скажут?» «А вот если никто больше не придет, то как только эти разъедутся, я вернусь и поболтаю с вами. Это для меня гораздо интереснее. По-моему, я имею право немного отдохнуть. У меня перебывало сорок пять визитеров, из которых сорок два говорили о картине Жерома. Жером Жан-Леон 1824-1904 Французский живописец и скульптор академического направления, автор псевдоисторических жанровых картин из античной жизни. «Приходите же как-нибудь на днях», говорила она, обращаясь ко мне, «попить вашего чайку с Жильберты. Она вам будет наливать. Какой вы любите, какой вы обычно пьете в вашей маленькой студии?» Убегая к гостям, добавляла она, как будто я ради чего-то столь же мне знакомого, как моей привычки, хотя бы ради привычки пить чай, если только, впрочем, я его пил. Да я и вовсе не был уверен, есть ли у меня студия или нет, приходил в этот таинственный мир. «Ну, тогда, когда же вы придете? Завтра? У нас делают тосты не хуже, чем у Коломбена. Не придете? Негодник», говорила она. С тех пор, как у нее появился салон, она переняла все ухватки госпожи Вердюрен, ее же манно-деспотический тон. Между тем, я понятия не имела, что такое тосты и кто такое Коломбен. Вот почему последнее обещание госпожи Сван не усиливало искушение. Может показаться еще более странным, поскольку все так говорят и, может быть, даже теперь говорят и в Комбре, что в первую минуту я не понял, кого имеет в виду госпожа Сван, когда услыхал, как она расхваливает нашу старую нурсе, няню. Я не знал английского языка и все-таки скоро догадался, что это слово относится к франсуазе. На Елисейских полях я так боялся, что она, наверное, производит неприятные впечатления и вдруг узнаю от госпожи Сван, что именно рассказы Жильберты о моей нурсе внушили ей и ее мужу симпатию ко мне. Чувствуется, как она вам предана, какая она хорошая. Я сейчас же переменил мнение о франсуазе. Более того, я подумал, что мне вовсе уже не так необходима гувернантка в плаще и в шляпе с перьями. И еще я понял из вырвавшихся у госпожи Сван нескольких слов о госпоже Блатен, чьих приходов она боялась, хотя и не отрицала ее светскости, что знакомиться с госпожой Блатен мне особенно не для чего и что это знакомство ничуть не улучшило моих отношений со Сванами. Я уже начал трепещать счастья и благоговения и исследовать сказочный край, куда мне до последнего времени был заказан путь и куда сверх ожиданий меня вдруг стали пускать, но только как друга Жильберты. Царство, врата которого передо мной растворились, составляло лишь часть еще более таинственного царства, где Сван и его жена жили сверхъестественной жизнью и куда они направлялись, поздоровавшись со мной при встрече в передней. Однако вскоре я стал проникать и в святая святых. Например, когда я не заставал Жильберту, а Сваны бывали дома, они спрашивали, кто это, и узнав, что это я, звали меня к себе на минутку и просили, чтобы я в таком-то отношении, в таком-то случае повлиял на их дочь. Мне вспоминалось обстоятельное убедительное письмо, которое я недавно написал Свану и которое он не удостоил ответа. Я удивлялся тому, какими беспомощными оказывается наш разум, наш рассудок, наше сердце, когда нам нужно произвести малейшую перемену, развязать один какой-нибудь узел, который потом сама жизнь распутывает с непостижимой легкостью. Но мое новое положение, положение друга Жильберты, оказывающего на нее самое благотворное влияние, снискало мне теперь милости, каким я был бы осыпан, будь я первым учеником в школе и товарищем королевского сына, и если бы этой случайности я был обязан и правом входить во дворец запросто, и аудиенцием в тронном зале, вот так же Сван, с необычайным радушем, словно он не был завален делами, упрочивавшими его славу, пускал меня в свою библиотеку, и в течение часа терпел мой лепет или робкое молчание, прерываемое мгновенными и невнятными приливами смелости в ответ на его рассуждение, которое я выслушивал, решительно ничего не понимая от волнения. Он показывал мне такие произведения искусства и такие книги, которые, как он предполагал, могли бы заинтересовать меня, а я заранее был уверен, что они неизмеримо прекраснее всех собранных в Лувре и в Национальной библиотеке, но не имел сил рассматривать их. В такие минуты мне бы доставило удовольствие просьба метродотеля сванов подарить ему часы, булавку для галстука, ботинки или подписать завещание в его пользу. По прекрасному народному выражению, автор которого, как и авторы прославленных эпических поэм, неизвестен, но у которого, так же, как вопреки теории Вольфа и у поэм, автор, конечно, один, какая-нибудь скромная творческая натура, из тех, что встречаются часто, из тех, что делают открытия, которые могли бы составить имя кому угодно, только не им, потому что они свое имя скрывают. Я был не в себе. Вопреки теории Вольфа Речь идет о теории немецкого филолога Фридриха Августа Вольфа 1759-1824 утверждавшего, что Илиада и Одиссея написаны разными авторами. Если мой визит затягивался, то самое большее, на что я бывал способен, это прийти в изумление от ничтожности достигнутого, от того, что время, проведенное в волшебном обиталище, кончилось для меня ничем. Однако мое разочарование объяснялось не тем, что произведения искусства были недостаточно хороши, или что я не мог задержать на них рассеянный взгляд. Ведь не красота самих вещей превращала в чудо мое пребывание в кабинете Свана, а их проникнутость. Вещи могли быть и на редкость безобразными, особым, печальным и тонительным чувством, которые я столько лет поселял здесь, и которые все еще пропитывало их. Точно так же множество зеркал, щетки с серебряными ручками, престолы во имя святого Антония Пудуанского, изваянные и расписанные друзьями Сванов, не имели никакого отношения к сознанию моего ничтожества и к тому царственному благоволению, каким, по моим ощущениям, одаряла меня госпожа Сван, приглашавший меня на минутку к себе в комнату, где три прекрасных и величественных существа, первая, вторая и третья горничные, улыбаясь, приготовляли чудные туалеты, и куда по приказанию, провозглашенному лакеем в коротких штанах, объявлявшему, что барне нужно что-то сказать мне, я шел извилистой тропой коридора, еще издали вдыхая запах дорогих духов, которым он был пропитан, и благоуханные потоки которого беспрестанно струились из туалетной. Госпожа Сван возвращалась к гостям, но до нас доносились ее голос и смех, потому что даже если в гостиной сидели два человека, она, словно все ее приятели были в сборе, говорила громко и отчеканивала слова, то есть применяла приемы, каким часто прибегала при ней в кланчике, направлявшие разговор ее покровительницы. Мы особенно охотно пользуемся, во всяком случае, в течение определенного времени, выражениями, которые мы только что у кого-то позаимствовали. Вот почему госпожа Сван выбирала выражения, употреблявшиеся людьми из высшего общества, с которыми ее все-таки вынужден был познакомить муж. Отсюда же нарочитое проглатывание целых слогов и манера произносить слова сквозь зубы, или, напротив, крайне вульгарные, например, эко-чушь, излюбленная словечка одной из ее близких знакомых, и старалась вставлять их во все истории, которые она рассказывала по привычке, выработавшейся у нее в кланчике. Заканчивала она свой рассказ чаще всего «Как вам нравится эта история? Прелестная история, правда?» Это перешло к ней через мужа от германтов, с которыми она была незнакома. Когда госпожа Сван уходила из столовой, вместо нее появлялся ее муж. «Жильберта, ты не знаешь, у мамы никого нет?» «Что вы, папа, у нее еще сидят гости». «Как? еще не ушли?» ведь уже семь часов?» «Какой ужас, бедняжка!» «Они ее совсем замучили!» «Это возмутительно!» Мои домашние отчетливо произносили в этом слове первое «О» «возмутительно», а у Сванов его проглатывали «взмутительно». «Подумайте, с двух часов!» обращаясь ко мне, продолжал он. «Камил мне сказал, что между четырьмя и пятью приехало двенадцать человек!» «Да нет, не двенадцать, он сказал четырнадцать!» «Нет, двенадцать, я уж не помню!» «Когда я ехал домой, я совсем забыл, что моя жена сегодня принимает. Смотрю, у подъезда видимы-невидимы экипажи, я решил, что у нас свадьба, и пока я сидел в библиотеке, звонок за звонком, у меня голова разболелась, честное слово. «Много у нее еще?» «Нет, только две гости, а ты не знаешь кто?» «Госпожа Катар и госпожа Бонтан, а, жена правителя канцелярия министра общественных работ, я знаю только, что он служит в министерстве, а что он там делает, пнятия не имею», наивничая говорила Жильберта. «Дурочка ты эткая, можно подумать, что тебе два года, ну что ты болтаешь?» «Служит в министерстве». «Он начальник канцелярии, начальник всего этого заведения, вот он кто?» «Да нет, я не то говорю, у меня тоже голова не в порядке, честное слово. Он не начальник канцелярии, он правитель канцелярии». «Не знаю, разве это такой важный пост, правитель канцелярии?» спросила Жильберта, не упускавшая случая показать, что она равнодушна ко всему, чем гордятся ее родители. Впрочем, может быть, она отдавала себе отчет, что, делая вид, будто не придает значения блистательным знакомствам, она тем самым только усиливает их вес. «То есть, как это так не важный?» воскликнул Сван, боясь, что если он проявит скромность, то это может вызвать у меня сомнения, он решил произнести целую речь. «Да ведь он после министра первый, он даже больше, чем министр, все делает он, у него блестящие способности, это птица высокого полета, выдающаяся личность, он кавалер ордена почетного легиона, прекрасный человек, и, помимо всего прочего, красавец мужчина». И в самом деле, его жена вышла за него наперекор всем, и вся только потому, что он неотразим, у него было все, из чего составляется цельный облик незаурядного и тонкого человека, русая шелковистая борода, красивые черты лица, манера говорить в нос, мощное дыхание и стеклянный глаз. Откровенно говоря, обращаясь ко мне, снова заговорил Сван, это очень странно, что в состав нынешнего правительства входят такие люди, ведь это же бонтаны из рода бонтаншнюк, типичные представители буржуазии реакционной, клирикальной, отличающейся узостью взглядов. Ваш покойный дедушка знал, во всяком случае, понаслышке или хотя бы в лицо, старика шню. Старик давал кучерам на чай не больше одного су, хотя по тем временам был богачом, и барона Бреу-шнюк. Они потеряли все свое состояние в связи с крахом всеобщей компании. Вы еще очень молоды и не можете это знать. Ну, а потом они все-таки выплыли. Это дядя той девочки, которая ходила в нашу школу, но только она на класс моложе меня, знаменитой Альбертины. Потом она, наверное, будет очень фаст, бойкой, а пока что она смешная. Моя дочь поразительное существо, всех-то она знает. Я ее не знаю. Я видела ее, когда она проходила мимо, и ей со всех сторон кричали «Альбертина, Альбертина!» Вот госпожу Бонтан я знаю, и она мне совсем не нравится. Ты очень ошибаешься, она обворожительна, красива, умна и даже остроумна. Надо с ней поздороваться. Спрошу, что думает ее муж, будет ли война и можно ли рассчитывать на Феодосия. Кому же знать, как не ему, ведь правда? Рассон посвящен в тайны богов. Прежде Сван говорил иначе, но мало ли мы видели княгинь, которые держали себя удивительно просто, и которые лет через десять, сойдясь с лакеями, все еще жаждут принимать у себя людей из общества, однако убедившись, что бывать у них не любят, невольно начинают говорить языком скучных старух, и когда при них называют имя, пользующиеся всеобщей известностью герцогини, они обычно говорят, «Вчера она у меня была», и добавляют, «Я веду очень уединенный образ жизни». Отсюда следствие, что наблюдать нравы нет никакого смысла, раз о них можно составить себе представление при помощи психологических законов. Сван принадлежали к числу людей, у которых мало кто бывает. Визит, приглашение, просто-напросто любезность, сказанное каким-нибудь заметным человеком, являлись для них событием, которое они жаждали придать гласности. Если обстоятельства складывались так неудачно, что вердюрены находились в Лондоне, как раз когда Адетта устраивала довольно роскошный обед, то весть об этом мчалась по телеграфу на тот берег Ла-Манша, на что уполномачивался кто-нибудь из общих знакомых. Сваны не в силах были утаить ни одного письма, ни одной телеграммы, лесной для Адетты. Они говорили с друзьями, их пускали по рукам. Салон Сванов был подобен курортным гостиницам, где телеграммы вывешиваются. Люди, помнившие прежнего Свана, не порвавшего со светом, такого, каким его знал я, но вращавшегося в нем, вращавшегося в обществе германтов, где к невысочествам и к несветлостям предъявлялись необыкновенно высокие требования по части ума и обаяния, в обществе, от которого отлучались выдающиеся личности, если их считали скучными или вульгарными, эти люди с изумлением убедились бы, что Сван перестал быть не только скромным в рассказах о своих знакомых, но и строгим в их выборе, как он терпел пошлую, злую госпожу Бонтан, как мог он про нее говорить, что она милая женщина, казалось бы, его должно было от этого удержать воспоминания о германтах, на самом деле оно помогало ему, разумеется, у германтов, в противоположность трем четвертям аристократических семей, был вкус и даже утонченный, но был и снобизм, а со снобизмом всегда связана возможность впасть в безвкусицу, если кто-нибудь не был необходим их кружку, министр иностранных дел, надутый республиканец или болтливый академик, то к нему применялось мерило вкуса, сван жаловался герцогине германской, какая скука обедать с такими людьми в посольстве, и его с радостью меняли на какого-нибудь элегантного господина, потому что это был человек их круга, на полнейшую бездарность, но в их духе и из их прихода. Только какая-нибудь великая княгиня, принцесса крови, часто обедала у герцогини германской и зачислялась в этот приход, хотя бы она не имела на то никаких прав и была не в духе германтов. Ну уж, кто ее принимал, поскольку нельзя было сказать, что ее принимают от того, что она мила, те со всей наивностью светских людей убеждали себя, что она и в самом деле мила. Сван приходил к герцогине германской на помощь. Когда великая княгиня уходила, он говорил, в сущности она хорошая женщина, у нее есть даже чувство юмора. Вряд ли, конечно, она изучала критику чистого разума, но в ней есть что-то приятное. Критика чистого разума одна одна основных работ Канта, опубликованная в 1781 году. Я совершенно с вами согласна, вторила ему герцогиня. Сегодня она еще стеснялась, но вы увидите, что она может быть очаровательной. Госпожа Ка Же, жена болтливого академика, замечательная женщина, гораздо скучнее ее, хотя она процитирует вам двадцать книг. Да разве можно их сравнивать? Сван научился говорить такие вещи, говорить искренне у герцогиней, и эта способность у него сохранилась. Теперь он пользовался ею при оценке тех, кого принимал у себя. Он старался открыть и полюбить в них такие черты, которые открываются в каждом человеке, если посмотреть на него добрыми глазами, а не с брезгливостью привередников. Сван ценил достоинство госпожи Бонтан так же, как в былые времена ценил достоинство принцессы Пармской, которую, конечно, изгнали бы из круга германтов, если бы германты не отводили почетных мест для высочеств, и если бы они не приписывали им остроумия и даже некоторого обаяния. Замечали, впрочем, и прежде, что Свану нравится менять, но теперь он менял надолго, светские отношения на иные, которые в известных обстоятельствах были для него важнее. Только люди, неспособные разложить то, на что первый взгляд представляется им нерасчленимым, полагают, что обстановка и личность составляют неразрывное целое. Если взять периоды человеческой жизни в их последовательности, то станет ясно, что на разных ступенях общественной лестницы человек погружается в новую среду, но эта новая среда не непременно оказывается выше прежней, и всякий раз в ту или иную пору нашей жизни, завязывая или возобновляя наши связи с определенной средой, мы чувствуем себя обласканными ею. Вполне естественно, что мы привязываемся к ней, что мы пускаем в ней корни дружелюбия. Ну, а насчет госпожи Бонтан, то вот что еще мне приходит на ум. Сван потому так долго о ней говорил, что он был не прочь, чтобы мои родители узнали о ее дружбе с его женой. Однако у нас дома именно тех, с кем госпожа Сван заводила знакомство, возбуждали, откровенно говоря, не столько восхищение, сколько любопытство. Услыхав имя госпожи Тромбер, моя мать сказала, «А, еще один новобранец, за ним последуют другие». Усматривая сходство между предпринимаемым госпожой Сван не очень разборчивым, быстрым, насильственным завоеванием новых знакомств с колониальной войной, она добавила, «Но раз Тромберы покорены, то и соседние племена не замедлят сдаться». Как-то она столкнулась с госпожой Сван на улице и, придя домой, сказала, «Встретила госпожу Сван, вид у нее воинственный, наверное, отправляется в победоносный поход на Мазачутосов, Сингалесцев или Тромберов». И когда я рассказывал матери, что появилось новое лицо в этом довольно пестром и искусственно составленном обществе, создававшемся небес труда из разных кругов, она сейчас же догадывалась, как это лицо туда попало, и говорила о нем, как о добытом сбоя трофеи. Она выражалась о нем так, «Захвачен экспедиции, посланной туда-то». Отец выражал удивление, на что нужна госпоже Сван, такая мещанка, как госпожа Котар. Пусть ее муж светила, все-таки я этого не понимаю. Мать, напротив, понимала прекрасно. Она знала, что для женщины, очутившейся в среде и не похожей на ту, что окружало ее раньше, пропало бы почти все удовольствие, если бы у нее не было возможности довести до сведений своих старых знакомых о том, что их сменили новые, более блестящие. Для этого нужен свидетель и его пускают в новый чудный мир. Так в цветок забираются жужжащие легкокрылые насекомые и случайные его визиты, во всяком случае на это делают ставку, разнесут новость, разнесут незримое семя зависти и восхищения. Гастар, вполне подходивший для такой роли, принадлежала к той особой категории гостей, о которых мама с кладом ума, отчасти напоминавшая своего отца, говорила «Чужестранец, иди и расскажи спартанцам». «Чужестранец, иди и расскажи спартанцам». Надпись в Фермопильском ущелье в память о битве, которую вел спартанский царь Леонид 490-480-е годы до новой эры и его 300 воинов против персидского войска. Спартанцы погибли в сражении, но не пропустили врага. Притом, если не считать еще одной причины, о которой стало известно много лет спустя, госпожа Сван, приглашая к себе эту свою приятельницу, доброжелательную, сдержанную, скромную, не боялась, что она зовет на свои блестящие приемы предательницу или соперницу. Госпожа Сван знала, какое огромное количество чашечек буржуазных цветов облетит за один день, вооружившись эгреткой и сумочкой эта неутомимая пчела-работница. Госпоже Сван была известна ее способность рассеивать семена, и, основываясь на теории вероятности, она вполне могла рассчитывать, что после завтра такой-то завсегдатый Вердюренов вернее всего узнает, что парижский генерал-губернатор оставил у госпожи Сван свою визитную карточку, или, что сам Вердюрен услышит сообщение, что президент бегового общества господин Лео де Прессаньи отвозил их, ее и Свана, на празднество в честь короля Феодосия. Она не сомневалась, что Вердюрены будут осведомлены только об этих двух лесных для нее событиях, ибо те обличия, в каких мы рисуем себе славу, и какие мы ей предаем, когда за ней гонимся, весьма немногочисленны. И эта их немногочисленность объясняется бессилием нашего разума, неспособного сразу представить себе наряды, которые слава одновременно все, сколько их не есть, а на это мы все-таки надеемся крепко, не применит надеть на себя ради нас. И тем не менее госпожа Сван достигла результатов только в так называемых официальных кругах. Светские дамы у нее не бывали. Они избегали госпожу Сван не потому, что опасались встретить у нее знаменитых республиканцев. Во времена моего раннего детства все, что принадлежало консервативно настроенному обществу, составляло свет. Вот почему в солидные дома республиканцы были не вхожи. Жившие в такой среде люди воображали, что невозможность позвать «оппортуниста» и тем более ужасного радикала будет существовать всегда, как масляные лампы или конки. Однако, подобное калейдоскопу общество время от времени переставляет части, казавшиеся незыблемыми, и образует новый узор. Я еще не дорос до первого причастия, как вдруг благонамеренные дамы стали приходить в ужас при мысли о встрече в гостях с элегантной еврейкой. Эти новые перемещения в калейдоскопе были вызваны тем, что философ назвал бы изменением критерия. Дело Дрейфуса ввело новый критерий немного позднее, уже после того, как я начал бывать у госпожи Сван, и калейдоскоп еще раз повернул цветные свои ромбики. Дело Дрейфуса. Как известно, французский офицер Альфред Дрейфус 1859-1935 еврей по национальности был осужден по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. Упоминание этого скандального процесса, разделившего французское общество на два враждебных лагеря, дает возможность датировать действия Романа Пруста первой половины 90-х годов прошлого века. Все еврейское опустилось вниз, хотя бы это была элегантная дама. Поднялись обскуранты националисты. Самым блестящим салоном Парижа считался ультракатолический салон австрийского принца. Если бы вместо дела Дрейфуса вспыхнула война с Германией, калейдоскоп повернулся бы иначе. Если бы евреи ко всеобщему изумлению проявили патриотизм, они сохранили бы то положение, какое они занимали, и не нашлось бы человека, который пошел бы к австрийскому принцу, и который не постеснялся бы признаться, что он когда-нибудь у него был. Это не мешает членам общества, пока в нем застой, воображать, что никаких перемен не будет, подобно тому, как, впервые увидев телефон, они отказываются верить в возможность появления аэроплана. Это не мешает философствующим журналистам бронить недавнее прошлое и осуждать не только тогдашние развлечения, которые представляются им верхом разврата, но даже труды художников и мыслителей, которые не имеют в их глазах никакой ценности, словно эти труды неразрывными узами, связанные с будто бы сменившими одна-другую разновидностями светской суеты. Единственное, что не меняется, это мысль, что кое-что во Франции изменилось. Когда я стал бывать у госпожи Сван, дело Дрейфуса еще не разгорелось и кое-кто из видных евреев пользовался большим весом. По силе влияния никто из них не мог сравниться с сэром Руфусом Израэльсом, жена которого, леди Израэльс, доводила Свану теткой. У нее не было таких элегантных друзей, как у ее племянника, который, кстати сказать, не любил ее и встречался с ней нечасто, хотя, по всей вероятности, именно он должен был получать от нее наследство. Но только она одна из всех родственниц Свана имела понятие о том, какое положение занимает он в свете. Между тем прочие оставались насчет этого в точно таком же неведении, в каком долго находились мы. Когда один из членов семьи переселяется в высшее общество, он уверен, что это явление единичное и только через десять лет убеждается, что разными способами и благодаря другим стечениям обстоятельств того же самого достиг кое-кто из его школьных товарищей. Он Он попадает в темное царство на терра инкогнито. И эта земля вся до последней складочки видна ее обитателям, но для тех, кому туда не проникнуть, кто огибает землю, не догадываясь об ее совсем тутошнем существовании, она есть мрак, полнейшее небытие. Агентство Гавас не поставило в известность кузин Свана о том, где он бывает. И они, разумеется, до его ужасной женитьбы, со снисходительной улыбкой рассказывали за семейным обедом, как добродетельно провели они воскресный день. А именно, побывали у кузена Шарля, на которого они смотрели как на слегка завистливого бедного родственника, и острили, что у Бальзака есть кузины по имени Бетта, а он кузен Бетт, глупый кузен. Агентство Гавас Информационное агентство, основанное в 1835 году в Париже Шарлем Луи Гавасом для поставок иностранной информации редакциям парижских газет. В 1879 году преобразовано в акционерное общество. Агентство Гавас было крупнейшим буржуазным телеграфным агентством Франции периода Третьей Республики. Просуществовало до 1940 года. Кузен Бетт, глупый кузен. Игра слов, основанная на сходном звучании французского слова глупый и имени героини романа Бальзака Кузина Бетта. Это как бы перевод в мужской род, по аналогии с названием бальзаковского романа Кузен Понс, заглавия Кузины Бетты. А вот леди Руфус Израэльс отлично знала, кто на зависть ей удостаивает свана своей дружбой. Семья ее мужа, которую можно было поставить почти рядом с Ротшильдами, была издавна связана деловыми отношениями с принцами орлеанскими. Леди Израэльс, сказочно богатая, употребила свое большое влияние на то, чтобы никто из ее знакомых не принимал Адетту. Только одна знакомая не послушалась леди Израэльс, но втайне от нее. Это была графиня де Марсант. И вот надо же было случиться такому несчастью, чтобы, когда Адетта отправилась с визитом графиня де Марсант, почти следом за ней явилась леди Израэльс. Графиня де Марсант сидела как на иголках. Это низкая душонка, полагавшая, что она все может себе позволить, ни разу не обратилась к Адетте, так что у той пропала охота продолжать дальше свое вторжение в свет, куда она, впрочем, особенно и не стремилась. В полнейшем этом равнодушии к Сен-Жерменскому предместе сказывалась все та же неграмотная кокотка, резко отличавшаяся от буржуа, изучившая генеалогию до мельчайших подробностей и утоляющих жажду общения с аристократией чтением мемуаров, так как жизнь отказывает им в этом общении. Асван, вне всякого сомнения, продолжал быть все тем же любовником, которому нравится или кажутся безобидными свойства давней его любовницы. Адетта часто говорила при мне самую настоящую с точки зрения света ересь, а он то ли у него не совсем прошла любовь к ней, то ли он ее не уважал, то ли ему лень было ее перевоспитывать, не останавливал ее. Пожалуй, это было своего рода простодушие, которое так долго обманывало нас в комбре, и в силу которого Сван, не порывая личных связей с высшей знатью, не заботился о том, чтобы в салоне его жены говорилось о знати с известным почтением. Он и в самом деле меньше, чем когда-либо придавал этим связям значение, центр тяжести в его жизни переместился. Так или иначе, в области познания высшего света Адетта была совершеннейшей невеждой. Если принцессу Германскую называли после ее двоюродной сестры герцогини, Адетта говорила, раз принцы, стало быть, они чином повыше. Если кто-нибудь называл герцога Шартрского принцем, она поправляла. Герцог. Он герцог Шартрский, а не принц. герцог Шартрский, 1840-1910, брат графа Парижского, внук Луи Филиппа. Когда при ней упоминали герцога Орлеанского, сына графа Парижского, она выражала удивление. Чудно. Сын выше отца. И, будучи англоманкой, добавляла, запутаешься в этих королевских особых. На чей-то вопрос, откуда родом германты, она ответила «из Энны». Из Энны. Это название современного департамента, в который вошли земли старинных провинций Иль-де-Франс и Пикардии. Аристократы, кичащиеся древностью своего рода, указывают всегда название провинции, в которой жили их предки, а не департамента, так как до революции 1789 года никаких департаментов не существовало. Впрочем, Сван вообще проявлял слепоту, когда дело касалось Адеты. Он не только не замечал пробелов в ее образовании, но и того, что она была неумна. Более того, всякий раз, когда Адета рассказывала какую-нибудь глупую историю, Сван слушал жену снисходительно, весело, почти с восхищением, которое, вероятно, питалось остатками былой страсти. А вот если ему в том же разговоре удавалось вставить какое-нибудь остроумное, даже глубокое замечание, Адета обыкновенно слушала его без всякого интереса, невнимательно, нетерпеливо, подчас же резко ему возражала. «Если если вспомнить случаи противоположные, если вспомнить многих выдающихся женщин, которые увлекаются тупицами, строгими критиками их наиболее тонких суждений и движимые любовью, снисходительность которой не имеет границ, приходит в восторг от их самых плоских шуток, то невольно напрашивается вывод, порабощение лучших из лучших пошляками это закон многих семей». Задумываясь же над тем, что помешало тогда Одетти проникнуть в Сен-Жерменское предместе, я должен заметить, что как раз к тому времени светский калейдоскоп повернулся из-за ряда скандалов. Дамы, у которых бывали, питая к ним полное доверие, теперь считались продажными девками, английскими шпионками. В течение некоторого времени от людей требовалось прежде всего, во всяком случае, с такой точки зрения они расценивались, прочность, надежность занимаемого ими положения. Одетта являлась собой именно то, с чем только что порвали, и с чем, впрочем, тут же возобновили связи, ведь люди не меняются ежедневно, и от нового режима они ждут лишь продолжения старого, но под другим флагом, который давал людям возможность обманывать самих себя и верить, что это общество не такое, каким оно было до кризиса. Словом, Одетта была очень похожа на дам с подмоченной репутацией. Светские люди чрезвычайно близоруки. Порвав всякие отношения с еврейками, они ищут чем бы заполнить пустоту, и вдруг видят, как бы случайно прибившуюся к ним во время ночной грозы, незнакомую женщину тоже еврейку. В силу того, что она им незнакома, они не связывают ее, как связывали ее предшественниц, с тем, что должно было бы вызвать у них чувство брезгливости. Она же не требует, чтобы они воздавали почести ее Богу. Они принимают ее в свой круг. Когда я начал бывать у Одеты, антисемитизмом не пахло, но она напоминала то, чего некоторое время старались избегать. Зато Сван часто бывал кое-у кого из прежних знакомых, то есть у людей, принадлежавших к высшему свету. И все же, когда Сван говорил с нами о тех, у кого он недавно был, я замечал, что он делал выбор среди старых своих знакомых, руководствуясь вкусом отчасти художника, отчасти историка, выработавшим из него коллекционера. Заметив, что его может заинтересовать какая-нибудь знатная, хотя бы и доклассированная дама, потому что она была любовницей Листа, или потому что один из романов Бальзака посвящен ее бабушке, он рисунки покупал, потому что их описывает Шатебриан. Я начал подозревать, что мы ошибались в Комбре, принимая Сван за буржуа, не имеющего доступа в свет, и продолжаем ошибаться, принимая Сван за одного из самых элегантных людей в Париже. Быть другом графа Парижского это еще ничего не значит. Сколько их друзей принцев не станут принимать в салоне, открытым для узкого круга? Принцы знают, что они принцы, они не снобы, они считают, что они бесконечно выше всех, в чьих жилах течет иная кровь. Вот почему вельможи и буржуа представляются им стоящими внизу, почти на одном уровне. Впрочем, Свану, отыскивавшему в обществе таком, каково оно есть, имена, вписанные в него минувшим и еще поддающиеся прочтению, было мало наслаждения, испытываемого литератором или художником. Он находил удовольствие в пошловатом развлечении, составлять своего рода социальные букеты, группируя разнородные элементы, набирая людей отовсюду. Над приятельницами жены Сван проделывал неодинаковые опыты занимательной социологии или того, что он принимал за таковую. Во всяком случае, длительность подобных опытов была различна. «Я собираюсь пригласить Катаров вместе с герцогиней Вандомской», смеясь, говорил он госпоже Бонтан, предвкушая наслаждение, какое испытывает чревоугодник при мысли о том, что получится, если в соус вместо гвоздики положить кайенского перцу. Катарам такая затея и в самом деле показалась бы забавной в старинном смысле этого слова, а госпожу Бонтан должна была рассердить. Как раз недавно герцогиней представили ее герцогиней Вандомской ей это было приятно, и вместе с тем она считала, что это в порядке вещей. Сообщать о своем новом знакомстве Катарам, похвастаться перед ними, в этом заключалось для нее особое удовольствие. Подобно людям, которые, получив орден, желали бы, чтобы поток наград был тотчас же остановлен, госпожа Бонтан хотела, чтобы никто больше не был представлен герцогиней. Мысленно она проклинала Свана за дурной вкус, заставлявший его ради жалкой эстетической причуды мигом стряхнуть всю пыль, какую она пустила в глаза Катарам, повествуя о герцогине Вандомской. Как она скажет мужу, что профессор и его жена тоже получают свою долю наслаждения, а между тем она уже похвалилась, что удостоилась его она одна. Если бы еще Катары знали, что их приглашают не всерьез, а только ради забавы. Правда, ради забавы приглашались и Бонтаны, но Сван, переняв у аристократии этот вечный донжуанизм, убеждающий каждую из двух неинтересных женщин, что только ее любят по-настоящему, втолковывал госпоже Бонтан, что ей самой судьбой предуказано пообедать вместе с герцогиней Вандомской. к которому она не приближалась, но к которому она, как море к луне, испытывала невольное влечение на расстоянии. — Да, Катары и герцогиня Вандомская, ведь это же умора, правда? — спрашивал Сван. — По-моему, ничего хорошего из этого не выйдет, а вы потом не оберетесь неприятностей, с огнем не шутят, — воскликнула взбешенная госпожа Бонтан. Тем не менее, она и ее муж, равно как и принц Агрегенский, были приглашены к обеду, о котором госпожи Бонтан и Катар рассказывали по-разному, в зависимости от того, кто был их слушателем. Одним госпожи Бонтан и Катар на вопрос, кто еще обедал в этот день, отвечали небрежно, принц Агрегенский, была только своя компания. Другим хотелось знать больше. Кто-то даже осмелился спросить Катара, а разве Бонтанов не было? — Я о них и забыл, — покраснев, ответил Катар неделикатному субъекту, которого он с тех пор причислил к категории злых языков. Для таких людей Бонтаны и Катары, не сговариваясь, придумали иную версию с одинаковым обрамлением, но с перестановкой имен. Катар говорил, «Ну так вот, были только хозяева, герцог и герцогиня Вандомский, с самодовольной улыбкой, профессор Катар и его супруга, и черт не зачем точно волосы в супе господина госпожа Бонтан». Госпожа Бонтан рассказывала совершенно так же, как Катар, с той лишь разницей, что имена господина и госпожи Бонтан упоминались между герцогиней Вандомской и принцем Агрегенским с подчеркнутым удовлетворением. Что же касается Катаров, то из ее слов явствовало, что они сами напросились и были на этом обеде лишними, всем мозолили глаза. От своих знакомых Сван часто возвращался незадолго до обеда. Теперь в шесть часов вечера, в ту пору, когда он прежде чувствовал себя таким несчастным, он уже не задавал себе вопросы, чем занята Адетте, и его не очень занимало, нет ли у нее гостей и дома ли она. Иной раз Сван вспоминал, как много лет назад он однажды пытался прочитать сквозь конверт письмо Адетте Форшвиллю, это воспоминание было ему неприятно, но он старался не усиливать в себе чувство стыда, у него только появлялась складка в углу рта, а кое-когда он еще вскидывал голову, что означало «какое мне до этого дело?» Теперь он, конечно, понимал, что гипотеза, на которой он так часто останавливался прежде, и которая сводилась к тому, что его ревнивое воображение чернило образ жизни неповинной на самом деле Адетты, что эта гипотеза в основе своей благодетельная, так как пока продолжалась болезнь его влюбленности, она смягчала его страдания, внушая ему, что он их выдумал, неверна, что у его ревности был зоркий глаз, и что, хотя Адетта любила его сильнее, чем ему казалось, зато и обманывала его хитрее. В тяжелое для него время Сван дал себе клятву, что, когда разлюбит Адетту, когда ему уже не страшно будет рассердить ее или дать ей почувствовать, как страстно он ее любит, он доставит себе удовольствие и выяснит с ней, просто из любви к истине, как некий исторический факт. Спал ли с ней Форшвиль в тот день, когда он Сван звонил и стучал в окно, а ему не отворяли, а она писала потом Форшвилю, что к ней приходил ее дядя. Но столь важный для Свана вопрос, выяснение которого он откладывал только для того времени, когда пройдет его ревность, утратил в глазах Свана всю свою важность, как только он перестал ревновать. Утратил, впрочем, не сразу. Он уже не ревновал Адетту, но тот день, когда он напрасно стучал в дверь особнячка на улице Лаперуза, все еще возбуждал в нем ревность. В силу того, что ревность, пожалуй, отчасти напоминает заразные болезни, очагом, источником которых является, по-видимому, в большей мере местность, дома, чем люди, предметом ревности Свана была не столько сама Адетта, сколько тот день, тот час утраченного прошлого, когда он стучался к ней в дом. С известным правом можно сказать, что этот день и этот час сохраняли последние черточки влюбленного человека, каким Сван когда-то был и которого он обретал в себе вновь лишь благодаря им. Его уже давно перестала тревожить мысль, обманывал ли его Адетта, обманывает ли она его теперь. И все же несколько лет подряд он разыскивал прежних слуг Адетты, таким упорным было его болезненное любопытство к тому, спала ли Адетта с Форшвилем в шесть часов в тот такой уже давний день. Потом и любопытство прошло, а расследование все-таки продолжалось. Сван по-прежнему пытался выяснить то, что его уже не интересовало, ибо его прежнее «я», пришедшее в полный упадок, все еще действовало машинально, под влиянием тревог, до такой степени обветшал их, что Свану уже не удавалось вызвать в воображении тоску, когда-то, однако, настолько сильную, что, казалось, она не пройдет никогда, и только смерть любимой женщины, хотя, как это будет видно из дальнейшего, смерть, жестокая повторная проверка, нисколько не уменьшает мук ревности, расчистит прегражденную дорогу его жизни. однако, выяснить когда-нибудь случаи из жизни Адетты, из-за которых Сван так страдал, это не было единственным его желанием, он держал про запас другое, отомстить за эти муки, отомстить, как только разлюбив Адетту, он перестанет бояться ее. И вот, наконец, ему представился случай осуществить второе желание. Сван любил другую, женщину, которая не давала ему поводов для ревности, и которую он все же ревновал от того, что не способен был любить по-иному, и как любил Адетту, так любил и другую. Этой женщине не нужно было изменить Свану для того, чтобы возродить в нем ревность. Достаточно было, чтобы по какой-нибудь причине она оказалась вдали от него, ну, хотя бы на вечеринке, и чтобы, по-видимому, ей было весело. Этого было довольно, чтобы в душе его ожила тоска, этот жалкий, сам себе мешающий на рост на его любви, тоска, удалявшая Свана от того, что она в себе заключала, потребность в истинном чувстве, которое эта молодая женщина питала к нему, сокровенное желание наполнить собой ее дни, желание проникнуть в ее сердечные тайны. Ибо между Сваном и той, которую он любил, тоска набросала не сдвигающуюся груду былых подозрений, относившихся к Адетти, или, быть может, к какой-нибудь предшественнице Адеттой, и дававших возможность постаревшему любовнику познавать нынешнюю возлюбленную не иначе, как сквозь прежний собирательный фантом женщины, возбуждающей ревность, в которой он произвольно воплотил новую свою любовь. Впрочем, Сван часто считал эту ревность виновницей того, что он верил в измены воображаемой. Но тогда он вспоминал, что ведь Адетту он выгораживал таким же образом, и зря. Вот почему, что бы любимая женщина не делала без него, все перестало казаться ему невинным. Но когда-то Сван дал себе клятву, если он перестанет любить ту, которой впоследствии суждено было стать его женой, что ему тогда и во сне не снилось, то со всей беспощадностью выкажет ей равнодушие наконец-то искренне и отомстит за беспрестанные удары по самолюбию, теперь же в этом орудии мести, которое он мог применить без всякого риска, что ему от того, что его поймают на слове и лишат свиданий с адетой, без которых он прежде не мог жить. В этом орудии мести он уже не нуждался. Вместе с любовью исчезло и желание дать почувствовать, что он разлюбил. Когда он мучился из-за адеты, ему так хотелось дать ей понять, что он увлечен другой, а теперь у него появилась такая возможность, однако он пускался на всевозможные ухищрения, чтобы жена не догадалась о его новой любви. Я не только бывал на угощениях, прежде огорчавших меня, потому что из-за них Жильберта спешила домой, теперь я выезжал с ней и с ее матерью на прогулки или на утренники, из-за которых Жильберта прежде не приходила на на лужайке или около карусели, сваны допускали мое присутствие и на прогулках, и на утренниках, у меня было место в их ландо, меня даже спрашивали, куда мне больше хочется, в театр, на урок танцев к подруге Жильберты, на светскую беседу к приятельницам сванов, госпожа Сван называла их маленькими митингами, или осмотреть гробницы Сен-Дени Гробницы Сен-Дени Речь идет об усыпальнице французских королей в аббатстве Сен-Дени под Парижем. Это аббатство было основано в 626 году франкским королем Дагобертом Первым. Когда мне предстояло куда-нибудь ехать со сванами, я приходил к ним перед завтраком. Госпожа Сван называла его Лэнчем. Свана приглашали к половине первого, а мои родители завтракали тогда в четверть двенадцатого. И после того, как они вставали из-за стола, я направлялся к роскошному кварталу, и всегда-то безлюдному, но особенно в часы, когда все сидели по домам. Даже зимой в мороз, если только день был ясный, время от времени поправляя свой великолепный галстук от шарве и следя за тем, как бы не запачкать лакированных ботинок, я прохаживался по улицам до двадцати семи минут первого. Я уже издали видел, как в садике свана сверкают на солнце, точно покрытые инеем, голые деревья. По правде сказать, в садике было всего два дерева. От неурочности часа мне всегда казалось, будто я вижу садик впервые. К наслаждению природой, усиливавшемуся от непривычки и даже от голода, примешивалось волнующее ожидание завтрака у госпожи Сван. Оно не ослабляло наслаждение, властвуя над ним, покоряя его, оно превращало его в одну из декораций светского образа жизни. Вот почему обычно в этот час, ничего не замечая, в такие дни я как бы открывал заново чудную погоду, мороз, зимнее освещение. Это было своего рода предисловие к омлету. Это был словно налет, словно холодная розовая глазурь на облицовке таинственной капеллы, какое рисовалось мне обиталище госпожи Сван, в стенах которого было напротив столько тепла, столько благоуханий и столько цветов. В половине первого я, наконец, решался войти в дом, который, как святочный дед, сулил мне сверхъестественные наслаждения. Кстати, сказать, ни госпожа Сван, ни Жильберта не знали слово святки, они заменяли его словом Рождество, и всегда говорили о пудинге на Рождество, о том, что им подарят на Рождество, о том, что их не будет дома. От этого я невыносимо страдал по случаю Рождества. Даже у себя я считал непозволительным употреблять слово святки и говорил Рождество, хотя отцу это казалось в высшей степени нелепо. Первый, кого я видел в доме Сванов, был Лакей. Через анфиладу больших гостиных он проводил меня в совсем маленькую, пустую, окна, которые уже грезили голубизною второй половины дня. Я оставался в обществе орхидей, роз и фиалок, похожие на незнакомых вам людей, кого-то ждущих вместе с вами, они хранили молчание, которому их своеобразие, своеобразие живых существ, придавало особую выразительность и зябко впитывали в себя тепло, исходившее от рдеющего угля, положенного точно некая драгоценность за стекло, в чашечку из белого мрамора и по временам осыпавшего грозные свои рубины. Я садился, но как только дверь отворялась, вскакивал, входил всего-навсего другой лакей, потом третий, ничтожной целью этих напрасно будораживших меня явлений было подбросить угольки в огонь или налить воды в вазы. Лакеи уходили, я оставался один в ожидании, что госпожа Сван когда-нибудь да откроет затворенную лакеями дверь, и, разумеется, я бы меньше волновался в сказочной пещере, чем в этой маленькой приемной, где огонь, как мне представлялось, производит превращение точно в лаборатории Клинксора. Клинксор, волшебник, персонаж немецкого рыцарского романа Парцифаль, Вольфрама фон Эшенбаха начала тринадцатого века и одноименной оперы Вагнера 1882, написанной на сюжет этого произведения. Опять слышали шаги, я вставал, наверное, еще один лакей, но это был Сван. «Как? Вы один? Ничего не поделаешь. Моя милая супруга до сих пор не имеет представления о времени. Без десяти час. С каждым днем опоздание увеличивается. И вот, посмотрите, она войдет не спеша, ей будет казаться, что еще рано». Сван по-прежнему был невроартритиком, вместе с тем он стал чудуковат. Вот почему легкомыслие жены, поздно возвращавшись из Булонского леса, задержавшись у портнихи и никогда не являвшись вовремя к завтраку, вредно действовало на желудок Свана, но зато льстило его самолюбию. Он показывал мне новые свои приобретения и объяснял, чем они любопытны. Но от волнения и от непривычки так долго ничего не есть внутри у меня было тревожно и вместе с тем пусто. Я мог говорить и не мог слушать. Да и потом мне было важно лишь, чтобы принадлежавшие Свану произведения искусства находились у него и принимали участие в усладах, предшествовавших завтраку. Если б тут была Джаконда, она доставила бы мне не больше удовольствия, чем капот госпожи Сван или ее флакон с солью. Я все ждал и ждал один или вместе со Сваном, а часто и вместе с Жильбертой, присоединявшейся к нам. Прибытие госпожи Сван, предвозвещенное столькими торжественными явлениями, я рисовал себе как нечто величественное. Я ловил каждый шорох, но чаемая высота всегда обманывает ожидания, будь то высота собора, волна в бурю или прыжок танцовщика. После ливрейных лакеев, похожих на статистов, чье шествие подготавливает и тем самым ослабляет впечатление от появления королевы, госпожа Сван, входившая крадучись в котиковом польтеце с вуалью, спущенной на кончик носа, покрасневшего от холода, не выполняла обещаний, которые она расточала в моем ожидаемом воображении. Если же она все утро проводила дома, то в гостиной появлялась в светлом крабдышиновом пеньюаре, казавшемся мне элегантнее всех ее платьев. Иной раз Сваны сидели дома, обедали они поздно, и вскоре после моего прихода я видел, как за ограду садика закатывается солнце того дня, который в моем представлении не должен был быть похож на другие, и хотя слуги вносили лампы разной величины и разной формы, и зажигали их на алтаре консоли, подставки, угольника или столика, словно для совершения некоего обряда, все же из нашей беседы ничего необычного не рождалось, и уходил я неудовлетворенный, как часто возвращаются в детстве от полуношницы. Однако мое разочарование было выдуманным. Я весь сиял от радости в этой комнате, куда Жильберта, если ее еще не было с нами, вот-вот должна была войти, и спустя мгновение надолго осчастливить меня словом, внимательным и веселым взглядом, каким она впервые посмотрела на меня в комбре. Я только ревновал ее чуточку, если она часто исчезала в больших комнатах, куда вела внутренние лестницы. Волей-неволей, сидя в гостиной, точно прикованной к креслу портера любовник-актрисы, занятой тревожными мыслями, что сейчас происходит за кулисами в артистическом фойе, я задавал Свану ряд искусственно завуалированных вопросов относительно другой половины дома, но в моем тоне звучали беспокойные нотки. Сван объяснял, что Жильберта пошла в бельевую, предлагал мне ее показать, давал обещание, что велит Жильберте всегда брать меня туда с собой. Этими последними словами и тем разрежением, какое они во мне производили, Сван мгновенно уничтожал одно из страшных внутренних расстояний, из-за которых любимая женщина представляется нам бесконечно далекой. В такие минуты я любил его, как мне казалось, более глубокой любовью, чем Жильберту. Властелин своей дочери он дарил ее мне, а она иногда ускользала. Я властвовал над ней не непосредственно, а через посредство Свана. И потом я ее любил, а значит, не мог смотреть на нее без волнения, без желания чего-то большего, желания, которое в присутствии любимого существа отнимает у нас ощущение любви. Впрочем, чаще всего мы не сидели дома, а шли гулять. И иногда госпожа Сван, прежде чем одеться, садилась за рояль. Выступая из розовых или белых рукавов крабдышиного капота, часто очень ярких, красивые ее руки вытягивали над клавиатурой пальцы движением, исполненной той же тихой печали, какая была у ее в глазах, но не в сердце. Однажды она сыграла часть сонаты Вентейля с той короткой фразой, которую так любил Сван. Но обычно более или менее сложную музыку сразу не узнаешь. Зато потом, когда эту же сонату сыграли мне раза два или три, я почувствовал, что прекрасно ее знаю. Мы не зря говорим, что услышали то-то и то-то впервые. Если бы мы в самом деле, как нам показалось, ничего не уловили при первом слушании, то и при втором, и при третьем повторилось бы то же самое, и никак нельзя было бы поручиться, что десятое будет удачнее. Вероятно, в первый раз подводит не восприятие, а память. Ведь наша память, по сравнению со сложностью впечатлений, с которыми она сталкивается, когда мы слушаем музыку, слаба, коротка, как у человека, который во сне думает о многом и тут же все забывает, или как у человека, наполовину впавшего в детство, который не помнит, о чем с ним только что говорили. Память не способна немедленно снабдить нас воспоминанием о многообразных впечатлениях. Однако исподволь воспоминание откладывается в ней, и когда мы прослушаем музыкальное произведение раза два или три, то мы уподобляемся школьнику, который несколько раз повторил урок перед сном и думаем, что так и не выучил, а утром отвечает его наизусть. Просто-напросто я до того дня не слышал ни единого звука из этой сонаты, и от того фраза, ясная для Свана и его жены, была далека от моего сознания, как имя, которое силишься вспомнить и на месте которого находишь пустоту, откуда час спустя без малейших усилий с твоей стороны сами собой выскочут те самые слоги, что еще совсем недавно никак тебе не давались. И как бы ни было прекрасно произведение искусства, с первого раза в памяти его не удержишь. Более того, как это произошло у меня с сонатой Вентейля, сперва мы различаем наименее ценное в нем. Итак, я ошибался не только в том, что соната меня ничем уже будто бы не поразит, именно поэтому мне долго не хотелось послушать ее еще раз, после того, как госпожа Сван проиграла из нее самую знаменитую фразу. В данном случае я был не умнее тех, что ничего не ждут от собора Святого Марка в Венеции, так как представляют себе по фотографии какой формы его купола. И даже когда я прослушал сонату с начала до конца, она почти вся осталась для меня невидимой, подобно памятнику, в котором из-за дальности расстояния или из-за тумана различаешь лишь неважные частности. Вот почему с познанием подобных произведений, как и всего, что осуществляется во времени, связано грустное чувство. Когда же мне открылось самое сокровенное в сонате Вентейля, то все, что я уловил и полюбил с самого начала, сделавшись привычным и оттого неощутимым, стало утекать от меня, ускользать, так как я влюблялся в то, что мне давала соната от раза к разу, то я никогда не владел ею всей, она была похожа на жизнь. Но великие произведения искусства не так разочаровывают, как жизнь, они не дают сперва лучшего, что в них есть. Красоты, которые открываются в сонате Вентейля, раньше всего, как раз скорее всего, надоедают, и, конечно, потому, что они не так заметно отличаются от того, что нам уже известно. Когда же эти красоты отходят, нам ничто не мешает полюбить фразу, строй которой слишком новый для нас, оставлял в нашем сознании смутное представление о ней, делая ее неразличимой и сохранял в неприкосновенности. И вот тут-то музыкальные фразы, мимо которых мы проходили каждый день, не узнавая ее, и которая, однако, сберегла себя, которая только в силу своей красоты сделалась невидимой и осталась непознанной, вот тут-то она и приходит к нам самый последний. Но и мы расстаемся с ней позже, чем с другими. Мы будем любить ее дольше, потому что нам потребовалось больше времени, чтобы полюбить ее. Впрочем, время, которое нужно человеку, как нужно оно было мне для сонаты, чтобы постичь более или менее глубокую вещь, только ракурс, как бы символ годов, а иногда и целых столетий, протекающих прежде, чем публика полюбит произведение искусства действительно новое. Вот почему гений, защищаясь от непонимания толпы, быть может убеждает себя, что современники стоят чересчур близко, а потому следует писать для потомков, и его книги должны читать о ней, об иных картинах судить вблизи нельзя. Но в сущности трусливая предосторожность, принятая против неверных суждений, бесполезна, их все равно не избежать. Гениальное произведение не сразу вызывает восторг, потому что его создатель необычен, на него мало кто похож. Само творение обогатит немногие умы, способные понять его, а потом уж они расплодятся и размножатся. Квартеты Бетховена двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый полвека рождали, растили публику для квартетов Бетховена, если и не повышает ценность художника в глазах всего общества, то, по крайней мере, подобно всем великим произведениям, расширяя, что было немыслимо при появлении шедевра, круг людей, способных любить его. Так называемая будущая жизнь — это будущая жизнь произведения. Нужно, чтобы произведение — для упрощения мы не принимаем в расчет гениев при жизни, параллельно готовящих для будущего лучшую публику, которая сослужит службу не им, а другим гением — само создавало свое будущее. Если же произведение, лежавшее под спудом, становится известным только потомкам, то для него это уже не потомки, а просто-напросто собрание современников, которые благополучно прожили все эти пятьдесят лет. Вот почему художник должен, так именно и поступил Вентейль, если только он хочет, чтобы его творение шло своим путем, забросить его на глубоком месте в самый расцвет и в самую даль будущего. И все же не считаться с грядущим подлинной перспективой для произведения искусства — это значит допустить ошибку судей неправедных. Если же считаться, то в иных случаях это значит проявить опасную щепетильность судей праведных. В самом деле это же очень удобно. Впав в заблуждение, подобное тому, которое все предметы на горизонте делают однообразными, утвердиться в мысли, что все революции, происходившие до сего времени в живописи или в музыке, все-таки подчинялись известным правилам, а то, что мы наблюдаем сейчас — импрессионизм, увлечение диссонансом, владычество китайской гаммы, кубизм, футуризм — это вызов прошлому. Владычество китайской гаммы просто имеют в виду пентатонику, пятизвучие, которой в конце века увлекались многие композиторы, например, дебюси, однако пентатоника, воспринимавшаяся как экзотика и архаика, лишь отдаленно напоминает строй китайской музыки. Дело в том, что, оглядываясь на прошлое, мы не отдаем себе отчета, что длительная ассимиляция превратила его для нас в нечто хотя и разнообразное, но в целом однородное, в силу чего Гюго оказывается по соседству с Мольером. Можно себе представить, какая страшная получится мешанина, если, не считаясь с временем и с переменами, какие оно за собой влечет, показать нам в юные годы гороскоп нашего зрелого возраста. Впрочем, все гороскопы лгут. Нам волей-неволей приходится, оценивая произведение искусства, вводить в целостность его красоты фактор времени. Но это значит привносить в наше восприятие нечто столь же случайное и в силу случайности столь же лишенное подлинного интереса, как всякое пророчество, несбыточность которого вовсе не является доказательством того, что пророк умом не блещет, ибо то, что осуществляет возможное или же губит его, не непременно входит в компетенцию гения. Можно быть гениальным и не верить в будущность железных дорог и аэропланов. Равным образом самый тонкий психолог может не допускать мысли, что его возлюбленный или друг изменят ему, в то время как люди самые, что ни на есть заурядные, предугадали бы их неверность. Сонату я не понял, но игра госпожи Сван привела меня в восторг. Казалось, ее туше, как и ее пеньюар, как благоухание на ее лестнице, как ее манто, как ее хризантемы, составляет часть целого, своеобразного и таинственного, существующего в особом мире, и мир этот бесконечно выше того, где разум обладает способностью анализировать таланты. «Да чего хороша соната Вентейля, правда?» спросил меня Сван. «Особенно там, где он изображает, как темно под деревьями, там, где от скрипичных арпеджио веет ночной свежестью. Согласитесь, что это очень красиво. Тут вся статическая сторона лунного света, а ведь это его существенная сторона. Нет ничего удивительного, что лечение светом им лечится моя жена влияет на мышцы, раз лунный свет не дает шелохнуться листьям. В короткой фразе прекрасно нарисована картина Булонского леса в состоянии каталепсии. На берегу моря это еще поразительней. Естественно, что там очень хорошо слышны слабые отзвуки волн, ведь все кругом неподвижны. В Париже не то. В лучшем случае заметишь странный свет на памятниках или небо, освещенное как бы неярким и неопасным заревом пожара, своего рода отблеском какого-то важного, хотя и обычного происшествия. Но в короткой фразе Вентейля, как, впрочем, и во всей сонате, другое, это булонский лес. В группе то ясно слышится чей-то голос, так светло, что хоть читай газету. Позднее эти слова Свана помешали бы мне понять сонату по-своему. Музыка многомысленна, она допускает и такое толкование, которое вам подсказывают. Но из других замечаний Свана мне стало ясно, что это просто-напросто те самые ночные деревья, под густой листвой у которых в ресторанах парижских пригородов столько раз он слышал короткую фразу. Вместо глубокого смысла, какого он так часто ожидал от нее, она несла ему с собой нарисованные вокруг нее, посаженные рядами, сплетающиеся густолиственными ветвями деревья. Она вызывала в нем желание увидеть их вновь, ибо ему казалось, что она в них, что она их душа. Она несла ему с собой всю весну, которую он не мог насладиться в былое время, от того, что взвинченный и страдающий он был тогда слишком неблагополучен, и которую, точно больному вкусные вещи, какие ему нельзя было есть, она для него сберегла. О прелести вечеров в Булонском лесу соната Вентейля могла поведать ему. Но расспрашивать о ней Адетту было бы бессмысленно, хотя она так же, как короткая фраза, и была постоянной его спутницей. Адетта находилась только около него, но не в нем, как мотив Вентейля, а значит, не могла видеть, будь она хоть в тысячу раз понятливей, того, что никто из нас, я, по крайней мере, долго был уверен, что это правило не допускает исключений, не в силах выразить. Правда же, это чудесно, сказал Сван, что звук способен отражать, как вода, как зеркало. И заметьте, что фраза Вентейля открывает лишь то, на что я не обращал внимания тогда. О моих волнениях, о моей любви она мне уже не напоминает, она все поменяла местами. Мне кажется, Шарль, что это не очень любезно по отношению ко мне. Не очень любезно. Ох уж эти женщины. Я просто хотел сказать молодому человеку, что музыка рисует, по крайней мере, мне, вовсе не волю в себе и инстинкта с бесконечного, а подожжим старика Вердюрена в сюртуке, осматривающего зоологический сад. Не выходя из этой комнаты, я тысячу раз обедал с короткой фразой в Арменун Вилле. Арменун Виль, местечко под Парижем в Булонском лесу со знаменитым рестораном. Право, это совсем не так скучно, как обед с маркизой де Говужо. Госпожа Сван рассмеялась. Говорят, эта дама была очень увлечена Шарлем, пояснила мне она таким же тоном, каким незадолго до этого, говоря Эри Дельфтском, сообщила, «А вы знаете, мой супруг много занимался этим художником, когда ухаживал за мной. Правда, Шарль?» «Не наговаривайте на маркизу де Говужо», сказал Шарль, в глубине души весьма польщенный. «Я это слышала от других. Кажется, она очень умна, я ведь с ней незнакома. По-моему, она очень напористая, а в женщине умной это удивительно. Да ведь все же говорят, что она была в вас влюблена, а тут ничего обидного нет». Сван молчал как глухой. Это было словно бы подтверждением и вместе с тем проявлением самодовольства. «Раз моя игра напоминает вам зоологический сад», продолжала госпожа Сван, в шутку притворяясь задетой, «Мы можем сделать его целью нашей сегодняшней прогулки, если это интересно мальчику. Погода чудная, на вас нахлынут дорогие вашему сердцу воспоминания. Кстати, о зоологическом саде. Знаете, этот юноша был уверен, что мы очень любим одну особу, а между тем я ее срезаю на каждом шагу, госпожу Блатен. То, что ее считают нашей подругой, по-моему, для нас унизительно. Подумайте, даже доктор Котар, человек благожелательный, который дурного слова ни о ком не скажет, говорит, что от нее воняет. Какой ужас, у нее только и есть, что необыкновенное сходство с Савонаролой. Это портрет Савонаролы, написанный фра Бартоломео. Савонаролы Джеролома, 1452-1498. Итальянские религиозные дети, вождь демократического уравнительного еретического движения во Флоренции. Фра Бартоломео, 1469-1517. Итальянский художник флорентийской школы, был сторонником движения Савонаролой и изобразил последнего на одной из своих картин. Мания Свана находить сходство с живописными изображениями имеет под собой почву, ибо даже то, что мы называем особенным выражением, так грустно бывает в этом убеждаться, когда любящий хотел бы верить в единственность личности, носит на себе отпечаток общности и встречается в разные эпохи. Но послушать Свана, такшествие волхвов, анахронистичное уже в то время, когда Бенотца Гацолли ввел в него Медичи, выглядит теперь еще анахронистичней, потому что здесь изображено множество современников уже не Гацолли, а Свана, то есть живущих уже не на 15 веков позже Рождества Христова, а на 4 века позже самого художника. Бенотца Гацолли 1420-1497 Итальянский художник флорентийской школы. Его фреска «Поклонение волхвов» находится в капелле Палаццо Медичи Рикарди во Флоренции. Выполнено в 1459-м 1460-м годах. На фреске изображены члены семьи Медичи. Свана утверждала, что в шествии принимают участие все чем-либо примечательные парижане, как в одном действии пьесы Сарду, где по дружбе с автором и с исполнительницей главной роли, а также в угоду моде, каждый вечер выходил покрасоваться на сцене кто-нибудь из парижских знаменитостей, светило медицины, политический деятель, адвокат. Сарду Викториен 1831-1908 Популярный французский драматург второй половины XIX века, автор многочисленных драм и комедий из жизни парижских буржуа, простафили, друзья-приятели, мушинные лапки и другие. Ну что же у нее общего с зоологическим садом? Все. Уж не думаете ли вы, что у нее небесно-голубая задница, как у обезьян? Шарль, вы ведете себя неприлично. Нет, я вспомнила, что ей сказал сингалезец. Расскажите ему, это правда здорово. Ах, ерунда. Знаете, госпожа Блатен старается говорить со всеми, как представляется ей самой любезным, а на самом деле покровительственным тоном. То, что наши милые соседи Стэмзы называют патрунисинг, перебила Одетта. Недавно она была в зоологическом саду, а там чернокожие сингалезцы. Так, если не ошибаюсь, назвала их моя жена, а ведь она куда сильнее меня в этнографии. Не смеетесь надо мной, Шарль? Да я и не думаю смеяться. Словом, она обращается к одному из чернокожих. Здравствуй, негритос. В этом, собственно, ничего оскорбительного нет, но чернокожему это название не понравилось. Он обозлился и сказал госпоже Блатен, «Я негритос, а ты барбос». По-моему, очень смешно. Я обожаю эту историю, ведь правда здорово. Я так и вижу тетушку Блатен, «Я негритос, а ты барбос». Я сказала, что жажду посмотреть на сингалезцев, один из которых обозвал госпожу Блатен барбосом. Они меня нисколько не интересовали, но я надеялась, что по дороге в зоологический сад и на обратном пути мы проедем аллею Акации, где я прежде любовался госпожой Сван и, что, быть может, приятель Коклене Мулат, на глазах у которого я ни разу не поздоровался с ней, увидит, что я сижу с ней в коляске. Коклен Бернар Констан 1841-1909 Французский актер, особенно выделявшийся в пьесах драматургов-классицистов. Выступал в основном на сцене комедии Францесс. Жильперта пошла одеваться, а тем временем господин и госпожа Сван с особым удовольствием раскрывали передо мной редкостные душевные свойства их дочери. Мои наблюдения, казалось, подтверждали их правоту. Я замечал, и об этом же рассказывала ее мать, что она не только к подругам, но и к прислуге, к бедным проявляет деликатную, продуманную заботливость, желание порадовать их и боязнь огорчить. И все это обнаруживается у нее даже в мелочах, часто доставляющих ей немало хлопот. Она приготовила подарок своего собственного изделия для нашей знакомой торговки с Елисейских полей, и, не желая откладывать его вручение ни на один день, пошла к ней в метель. Вы не представляете себе, какое у нее золотое сердце. Она скрытная, говорил ее отец. Несмотря на свой юный возраст, она оказалась куда более благоразумной, чем ее родители. Когда Сван заговаривал о том, какие большие связи у его жены, Жильберта отворачивалась молча, не подавая виду, что она это осуждает, так как, по мнению Жильберты, ее отца нельзя было подвергать даже легкой критики. Как-то я заговорил с ней о мадемуазель Вентейль, и она мне сказала, «Я не хочу с ней знакомиться только потому, что она дурно обращалась со своим отцом. Говорят, она огорчала его. Вы-то должны меня понять, ведь вы переживаете своего папу не надольше, чем я своего. Это вполне естественно. Человека, которого любишь всю жизнь, забыть нельзя». Однажды она была особенно ласкова со Сваном, и когда он ушел, я ей об этом сказал. «Да, бедный папа, на днях годовщины смерти его отца. Вам должно быть понятно, каково ему. Вы это поймете. Нам с вами такие переживания одинаково близки. Я постараюсь быть не такой плохой, как всегда». «А он не считает, что вы плохая. Вы для него совершенство». «Милый папа, это потому, что он очень добрый». Господин и госпожа Сван не ограничились восхвалениями душевных свойств Жильберты. Той самой Жильберты, которая, когда я еще ее ни разу не видел, являлась мне около церкви среди природы Ильды Франса, той самой Жильберты, которая потом, вызывая уже не мечты, а воспоминания, всегда стояла за живой изгородью, за розовым шиповником в нескольких шагах от крутой тропинки, по которой я шел в Мезыглис. Когда я наиграна равнодушным тоном друга дома, которому интересно, с кем дружит ребенок, спросил госпожу Сван, кто самые близкие приятельницы Жильберты, госпожа Сван ответила так. «Вы пользуетесь ее доверием больше, чем я. Вы ее любимчик, вы ее крак, как говорят англичане». При таком полном совпадении, когда действительность поджимается и подлаживается к тому, о чем мы так долго мечтали, она прячет от нас наши мечты, сливается с ними. Так два одинаковых, наложенных одно на другое изображение, составляют одно, хотя мы наоборот стремимся к тому, чтобы наше счастье обрело весь свой смысл, стремимся сохранить за всеми точками нашего желания, даже когда мы до него дотрагиваемся, чтобы быть уверенным, что это именно они и есть исключительное право неприкосновенности. И мысль уже бессильно восстановить прежнее состояние, чтобы сопоставить его с новым, ибо ей положен предел. Добытые нами знания, воспоминания о первых нежданных мгновениях и услышанные нами слова загораживают вход в наше сознание, завладевают выходами для нашей памяти в еще большей степени, чем выходами для воображения, оказывают более мощные действия на наше прошлое, на которое мы теперь имеем право смотреть только сквозь них, чем на неутратившую свободы форму нашего будущего. Я мог убеждать себя в течение нескольких лет, что надежда попасть к госпоже Сван — это нелепость, бред. Стоило мне провести у нее четверть часа, и теперь уже то время, когда я был с ней незнаком, стало нелепостью и бредом, как возможность уничтоженная осуществлением другой возможности. Что уж тут было думать о столовой Сванов как о месте непредставимом если я не мог вообразить ни одного движения без того, чтобы не встретиться с негасимыми лучами, которые отбрасывал назад в бесконечность вплоть до самого далекого моего прошлого, только что съеденный мною Амар по-американски. И Сван, наверное, замечал за собой нечто подобное. С комнатами, где он меня принимал, для него, быть может, сливались и совпадали не только грезившиеся мне комнаты, но еще и другие, те, которые ревнивая любовь с Ваной, не менее изобретательные, чем мои мечты, так часто ему рисовала общие комнаты Адетты и его, казавшиеся ему такими недоступными хотя бы в тот вечер, когда Адетта позвала его вместе с Форшвиллем выпить аранжаду. А в плане столовой, где мы завтракали, заключался для него прежде нечаянный рай, где, как это представляло его всегда в такие минуты беспокойное воображение, он скажет их метродотелю те самые слова «Барни, готова?» которую он при мне говорил теперь отчасти с легким нетерпением, отчасти с удовлетворенным самолюбием. Я тоже, как вне всякого сомнения Сван не мог постичь свое счастье, и когда Жильберта восклицала «Могли ли вы думать, что та самая девочка, на которую вы только смотрели, как она играет в догонялки, но с которой вы не решались заговорить, станет вашим близким другом, и что вы будете к ней приходить в любой день?» Я вынужден был признать из двух перемен только одну, внешнюю, но не внутреннюю, ибо не мог рисовать себе и ту, и другую одновременно, иначе их нельзя было бы различить. И все же эти комнаты, именно потому, что прежде Сван напрягал всю силу своей воли, чтобы туда проникнуть, по всей вероятности сохраняли для него что-то от былой своей прелести, о чем я мог судить по себе, так как для меня они не окончательно утратили своей таинственности. Войдя в дом Сванов, я не совсем изгнал из него то особое очарование, каким я так долго его окутывал. Я лишь заставила его отступить, и оно покорилось чужому человеку, паре, каким я был теперь, и которому мадемуазель Сван любезно подвигала кресло, чудное, враждебное и возмущенное. Но память моя все еще различает это очарование вокруг меня. Не потому ли, что в дни, когда господин и госпожа Сван приглашали меня позавтракать, а потом погулять вместе с ними и с Жильбертой, я, поджидая их в одиночестве, отыскиваю взглядом на ковре, на креслах, на консолях, на ширмах, на картинах, запечатлевшуюся во мне мысль, что сейчас сюда придет госпожа Сван или ее муж или Жильберта. Не потому ли, что эти предметы жили с тех пор в моей памяти рядом со Сванами и, в конце концов, что-то взяли от них. Не потому ли, что, как это мне было известно, Сваны находились в непосредственном окружении всех этих предметов, я превратил их в нечто вроде эмблем частной жизни Сванов, в нечто вроде эмблем обычаев Сванов, обычаев, от которых я так долго был далек, что они все еще казались мне чужими, даже после того, как мне разрешили к ним приобщиться. Всякий раз, когда я вспоминаю гостиную, в которой Свану, критиковавшему ее без намерения пойти наперекор вкусом жены, не нравилась ее пестрота, ибо она была задумана отчасти как оранжерея, отчасти как отелье, вроде той комнаты, где он прежде встречался с Адеттой, но потом Адетта начала заменять в этой мешанине китайские вещи, ибо ей стало казаться, что в них есть что-то невсамделешное, что они из другой оперы, множеством креслец, обитых старинным шелком Людовика шестнадцатого. Это помимо шедевров, перевезенных с Ваном из особняка на Орлеанской набережной. Моя память, напротив, наделяет разностильную эту гостиную слитностью, единством, неповторимым очарованием, какого совершенно лишены даже ансамбли, которые передают нам в целости и сохранности прошлое, равно как и самые новейшие с печатью личного вкуса, ибо это только мы, благодаря нашей вере, что вещи живут своей независимой жизнью, способны те, что у нас перед глазами, наделить душой, которую они потом хранят и развивают внутри нас. Все мои представления о часах, не похожих на те, что существуют для других, о часах, проводившихся с ваннами в их комнатах, которые для обычного их времяпрепровождения являлись тем же, чем тело является для души, и которые должны были отражать особые уклады жизни, все мои представления, всегда одинаково волнующие, непередаваемые в слове, проникли, вросли в растамовку мебели, в толщину ковров, в расположение окон, в обхождение прислуги. Когда в солнечный день мы переходили после завтрака пить кофе в широкий, залитый солнцем залив гостиной, и госпожа Сван спрашивала, сколько мне положить кусков сахару, то не только шелковый пуф, который она мне пододвигала вместе с горестным очарованием, какое я прежде ощущал под розовым боярышником, потом возле куб лавровых деревьев, ощущал в самом имени Жильберты, не только шелковый пуф источал неприязнь, которую прежде питали ко мне ее родителей, и которую эта скамеечка казалось хорошо понимала и разделяла, так что я считал незаслуженной для себя честью и даже отчасти низостью положить ноги на беззащитную ее обивку. Тайный духовный союз связывал пуф с дневным светом. В этом месте иным, чем во всем заливе, где играли его золотистые волны, из которых волшебными островами выплывали голубоватые диваны и мглистые ковры. Даже в картине Рубенса, висевшей над камином, не было такого же рода и почти одинаковой силы очарования, что и в ботинках на шнурках, какие носил Сван, и в предмете моих мечтаний в его пальто с пелериной, которое Адетта считала недостаточно элегантным, по каковой причине, когда я оказывал Сванам честь, отправляясь с ними на прогулку, она требовала от мужа купить себе новое. Адетта тоже уходила переодеваться, хотя для меня ни одно выходное ее платье не могло идти в сравнении с чудным крабдышиновым или шелковым капотом, то бледно-розовым, то вишневым, то розовым тьепола, то белым, то сиреневым, то зеленым, то красным, то сплошь желтым или с разводами, в котором госпожа Сван завтракала и который она сейчас собиралась снять. Когда я говорил, что она и так могла бы выйти, она смеялась, то ли подшучивая над моим невежеством, то ли от удовольствия, какое ей доставил мой комплимент. В оправдание себя она говорила, что у нее потому так много пенюаров, что только в них ей хорошо, и уходила от нас, чтобы надеть один из тех ослепительных туалетов, которые обращают на себя всеобщее внимание, и среди которых мне, однако, иногда предлагалось выбрать, какое мне больше нравится. У зоологического сада мы выходили из экипажа, и до чего же я бывал горд, когда шагал рядом с госпожой Сван. Она шла небрежной походкой, манта у нее развивалась, я бросал на нее восхищенные взгляды, а она кокетливо отвечала на них долгой улыбкой. Когда мы встречали кого-нибудь из знакомых Жильберты, мальчика или девочку, они кланялись нам издали, и теперь уже они смотрели на меня с завистью, как на друга Жильберты, знакомого и с ее родными, причастного к той ее жизни, что протекала не на Елисейских полях. В аллее Булонского леса или зоологического сада с нами часто здоровались знатные дамы, приятельницы Свана, и когда Сван не замечал их, ему указывала на них жена. Шарль, вы что, не видите? Это госпожа Мон-Монранси, и Сван с приветливой улыбкой, которой его приучили долгие годы близкого с ними знакомства, снимал шляпу широким жестом, с присущей ему одному элегантностью. Иные останавливались, им было приятно сказать госпоже сван любезность, любезность, которая ни к чему их не обязывала, и которой она наверняка не воспользовалась бы, ибо Сван приучил ее держаться в тени. Впрочем, это не помешало госпоже Сван приобрести светский лоск, и как бы дама не была элегантна и величественна, она ей не уступала. Остановившись на минутку, она знакомила нас, Жильберту и меня, с приятельницей мужа так просто, в ее приветливости было столько непринужденности и спокойствия, что трудно было сказать, кто из них знатная дама, жена Свана или прогуливавшаяся аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть синголистов, на возвратном пути нам встретились пожилая, но все еще красивая дама в темном манто, в шляпке, подвязанной нашими ленточками, сопровождаемая двумя другими дамами, как бы составлявшими ее свиту. «Вот с кем вам будет интересно познакомиться», сказал мне Сван. Пожилая дама была уже в трех шагах от нас и обворожительно ласково улыбнулась. Сван снял шляпу, госпожа Сван присела в реверансе и хотела было поцеловать руку даме, точно сошедшей с портрета Винтергальтера, но та подняла ее и поцеловала. Винтергальтер Франц. 1806-1873. Немецкий художник, жанрист и портретист, работавший главным образом в Париже. Его заказчиками были по большей части представители аристократии. «Да наденьте же шляпу», сказала она Свану грубым голосом и на правах близкой знакомой слегка ворчливо. «Позвольте вас представить ее высочеству», обратилась ко мне госпожа Сван. Затем Сван отвел меня в сторону, а в это время госпожа Сван говорила с ее высочеством о погоде и о новых животных в зоологическом саду. «Вы знаете, сказал Сван, принцесса Матильда приятельница Флобера Сент-Беова Дюма». Принцесса Матильда 1820-1904 племянница Наполеона I дочь его брата Жерома Бонапарта. В 1840 году вышла замуж за графа Анатолия Демидова 1812-1870 с которым вскоре разошлась. Обладая литературным и художественным вкусом, она дружила с писателями, например, с Мэри Мэ, и даже участвовала в выставках. Вы только подумайте, она племянница Наполеона I. Ее руки просили Наполеон III и русский император. Наполеон III и русский император. Брак принцессы Матильды и Луи Наполеона расстроился в 1839 из-за неудачной попытки последнего свергнуть Луи Филиппа. Обсуждался также возможный брак принцессы с русским царем Александром II. Разве это неинтересно? Поговорите с ней. Одно плохо. Простоишь тут из-за нее целый час. Я встретил Тена, обратился с Ван к даме. Он мне сказал, что принцесса поссорилась с ним. Он форменная свинья, резким тоном сказала дама, произнеся последнее слово так, как если бы это было имя какого-нибудь епископа времен Жанны Дарк. После его статьи про императора я отказала ему от дома. После его статьи про императора. Статья Ипполита Тена 1828-1893 появилась в Ревью Де-де-Монт в 1887 году, тогда как визит Николая Второго в Париж состоялся в 1896 году. Я смотрел на нее с тем изумлением, какое вызывает переписка герцогини Орлянской у рожденной принцессы Палатинской. Герцогиня Орлянская Шарлотта Елизавета Баварская Принцесса Палатинская 1652-1722 Французская аристократка письма которой живо рисует светское общество времен Людовика XIV В самом деле принцесса Матильда выражала свой французский патриотизм с присущей старой Германии простосердечной грубостью которую она вне всякого сомнения унаследовала от матери уроженки Вюртемберга Уроженки Вюртемберга матерью принцессы Матильды была принцесса Екатерина Вюртембергская Когда же она улыбалась ее грубоватую почти мужскую откровенность смягчала итальянская томность и все это облегал туалет до такой степени выдержанной во вкусе второй империи что хотя принцесса разумеется носила его из любви к старинным модам казалось будто она старательно избегает исторических ошибок и стремится оправдать ожидания тех что ждут от нее воскрешения старины я шепотом попросил свану узнать у нее была ли она знакома с муссе очень мало месье ответила она с таким видом будто вопрос свана рассердил ее и уж конечно она назвала его месье в насмешку ведь они же были близкие друзья один раз он у меня обедал я позвала его к семи часам в половине восьмом мы сели за стол без него в восемь он явился поздоровался со мной уселся не проронил ни единого звука а после обеда ушел так что я его голоса не слыхала он был мертвецки пьян после этого у меня отпала охота продолжать знакомство мы со сваном стояли в сторонке надеюсь наша беседа не затянется сказал он а то у меня пятки болят зачем моя жена поддерживает разговор не понимаю потом сама же будет жаловаться на усталость а я просто не выношу этих стояний госпожа сван как раз в это время пересказывала принцессе то что сама узнала от госпожи бонтан правительство поняла наконец что поступила по-хамски и решила послать принцессе приглашение быть послезавтра на трибуне во время посещения царем николаем дома инвалидов посещение царем николаем дома инвалидов это посещение состоялось 7 октября 1896 года и широко освещалось печати но принцесса несмотря на то как она себя держала несмотря на то что окружала на себя главным образом художниками и литераторами в сущности оставалась племянницей Наполеона которая напоминала о себе всякий раз когда принцессе нужно было действовать да как раз сегодня утром я получила приглашение и отослала его министру наверное он его уже получил я ответила что не нуждаюсь в приглашении чтобы ходить в дом инвалидов если правительство желает чтобы я присутствовала то я буду но не на трибуне а в нашей усыпальнице у гробницы императора для этого пригласительные билеты мне не нужны у меня есть ключи я туда вхожу когда хочу правительство должно только поставить меня в известность угодно ему мое присутствие или нет но если я буду присутствовать то только там и больше нигде в это время нам госпожа Сван и мне поклонился не останавливаясь молодой человек я не знал что она знакома с блоком на мой вопрос госпожа Сван ответила что его представила ей госпожа Бонтан что служит он в министерстве для меня это было новостью впрочем она по-видимому встречалась с ним нечасто а может быть ей не хотелось называть не очень шикарную с ее точки зрения фамилию блок как бы то ни было она переименовала его в Муреля я стала уверять ее что она ошибается что его фамилия блок принцесса поправила волочившийся за ней трен которым любовалась госпожа Сван русский император как раз и прислал мне эти меха сказала принцесса и я хочу ему показать что они пошли мне на манто я слышала что принц Людовик зачислен в русскую армию могу себе представить ваше высочество как вам тяжело что он не с вами молвила госпожа Сван не замечавшая знаков нетерпения какие ей делал муж принц Людовик 1864 1932 племянник принцессы Матильды сын ее брата Наполеона Жерома 1822 1891 служил в русской армии он сам этого хотел я же ему говорила это не нужно в твоей семье уже был один военный сказала принцесса с грубым простодушием намекая на Наполеона первого Свану не стоялось на месте ваше высочество я позволю себе воспользоваться вашей привилегией и попрошу вас разрешения откланяться дело в том что моя жена очень плохо себя чувствует и ей вредно так долго стоять госпожа Сван опять сделала реверанс а принцесса одарила нас божественной улыбкой словно извлеченной ею из прошлого из очарования своей молодости из компьенских вечеров и после того как эта улыбка ласковая непритворная пробежала по ее лицу только что выражавшему неудовольствие она удалилась вместе с двумя фрейлинами которые подобно переводчицам боннам или сиделкам в виде знаков припинания расставляли в нашем разговоре незначащие фразы и ненужные объяснения компьенских вечеров компьен город недалеко от Парижа со старинным замком и парком в период второй империи здесь часто собиралось высшее общество и бывал двор вам не мешало расписаться у нее на этой неделе сказала мне госпожа сван у всех этих royal tease как их называют англичане угловизитных карточек не загибает но если вы распишетесь она вас к себе пригласит кое-когда в эти последние зимние дни мы заходили перед прогулкой на какую-нибудь из небольших выставок которые тогда открывались и где свану известному коллекционеру с особой почтительностью кланились продавцы картин устраивавшие эти выставки у себя и в это еще холодное время года прежние мои мечты о поездке на юг и в Венецию оживали при виде зал где уже наступившая весна и жаркое солнце бросали лиловатые отблески на розовые отроги Альп и придавали Канальгрант темную прозрачность изумруда в плохую погоду мы шли в концерт или в театр а потом заходили куда-нибудь выпить чаю когда госпоже сван нужно было что-то сказать мне так чтобы не было слышно за соседними столиками и чтобы не слыхали официанты она говорила со мной по-английски как будто только мы двое и знали этот язык между тем на нем умели изъясняться все кроме меня и я вынужден был признаваться в этом госпоже сван для того чтобы она перестала делать насчет тех кто пил чай или тех кто его разносил не слишком лестные насколько я мог догадаться замечания которые оставались непонятными мне но из которых ни единого слова не пропадало для тех в кого она метила однажды в связи с утренним спектаклем Жильберта привела меня в крайнее изумление это было как раз тот день о котором она мне говорила еще раньше и на который приходилось годовщина смерти ее дедушки мы она ее гувернантка и я собирались послушать сцены из оперы и Жильберта ради этого принарядилась сохраняя однако равнодушный вид какой у нее обычно появлялся когда мы предпринимали что-нибудь такое что по ее словам было совершенно безразлично ей но могло доставить удовольствие мне и заслужить одобрение родителей перед завтраком госпожа Сван отвела нас с ней в сторону и сказала что отцу будет неприятно если в такой день мы пойдем в концерт мне это было вполне понятно у Жильберты был все тот же безучастный вид она только побледнела от злости и не сказала ни слова когда вышел Сван Одетта отошла с ним в дальний угол гостиной и что-то прошептала ему на ухо он позвал Жильберту и увел в соседнюю комнату оттуда послышались громкие голоса я не мог допустить чтобы Жильберта послушная ласковая благоразумная не исполнила просьбу отца в такой день и из-за таких пустяков наконец Сван выходя из той комнаты сказал ей ты знаешь мое мнение поступай как тебе угодно весь завтрак Жильберта просидела с искаженным от злобы лицом а затем мы ушли к ней в комнату и вдруг без малейших колебаний как будто их у нее и не было Жильберта воскликнула два часа вы же знаете что начало концерта в половине третьего и стала торопить гувернантку но ведь ваш отец будет недоволен спросил я нисколько он боялся как бы это не показалось неприличным в связи с годовщиной такое мне дело до того что подумают другие по-моему это смешно считаться с другими когда речь идет о чувствах чувствуют для себя а не для общества если барышня в кои-то веки идет в концерт и для нее это праздник я бы не стала лишать ее развлечения ради того чтобы угодить обществу она хотела надеть шляпку нет Жильберта сказал я и взял ее за руку не ради того чтобы угодить обществу а чтобы сделать приятное вашему отцу пожалуйста без нравоучений грубым тоном сказала она и вырвала у меня руку мало того что сваны брали меня в зоологический сад и в концерт они оказали еще более ценную для меня милость они не выключили меня из своей дружбы с перготом а ведь эта дружба и придавала им в моих глазах очарования еще в ту пору когда я не будучи знаком с Жильбертой полагал что благодаря ее близости с божественным старцем она могла бы сделаться самым желанным моим другом если бы презрение какое я видимо ей внушаю не отняло у меня надежды что когда-нибудь она предложит мне побывать вместе с ним в любимых его городах и вот как-то раз госпожа сван пригласила меня на званный обед я не знал кто еще будет у нее в гостях в передней я был сразу озадачен одним обстоятельством и арабел госпожа сван по возможности старалась угнаться за всеми модами которые в течение одного сезона казались красивыми но не прививались и проходили так много лет назад у нее был свой красивый кэп потом на приглашениях к обеду у нее бывало напечатано встреча с каким-нибудь более или менее важным лицом по большей части эти люди не содержали в себе ничего таинственного и посвящений в тайну не требовали так например ничтожное новшество тех лет вывезенное из Англии Адетта заказала для мужа визитные карточки на которых перед Шарль Сван стояла М Месье после первого моего визита к ней госпожа Сван загнула у меня угол одной из таких картонок как она их называла у меня никто еще не оставлял визитных карточек я был горд взволнован и в знак благодарности купил на все свои деньги великолепную корзину камелий и послал госпожа Сван Я умолял отца занести ей карточку но предварительно как можно скорее заказать новые с М перед именем отец не исполнил ни одной из этих просьб несколько дней я был в полном отчаянии а потом подумал что пожалуй он прав мода на М хотя и глупая но по крайней мере понятная этого нельзя сказать о другой с которой я столкнулся в день званого обеда так и не уразумев ее смысла когда я проходила из передней в гостиную метр дотель подал мне тонкий длинный конверт на котором была написана моя фамилия я изумленно поблагодарил и посмотрел на конверт я не знал что с ним делать подобный иностранца который попав на обед к китайцам не знает что делать с маленькими предметами какие у них раздают гостям я убедился что конверт запечатан побоялся показаться не скромным если распечатают тут же и понимающий взглянув на метр дотеля положил конверт в карман за несколько дней перед этим я получил от госпожи сван письменное приглашение пообедать у них в тесном кругу оказалось что она позвала шестнадцать гостей в частности чего уж я никак не мог подозревать бергота назвав меня гостя госпожа сван вслед за моим именем и таким же тоном словно только нас двоих и пригласили на обед и как будто мы оба были одинаково рады познакомиться произнесла имя седого сладкогласного певца при имени бергот я хотя и вздрогнул как будто в меня выстрелили из револьвера но инстинктивно чтобы не выдавать своего волнения поклонился мне ответил поклоном на поклон так сквозь пороховой дым из которого вылетает голод виден оставшийся невредимым фокусник в сюртуке молодой человек мешковатый низенький плотный близорукий с красным носом похожим на раковину улитки и с черной бородкой мне стало смертельно грустно ибо разлетелся прахом не только образ старца который исполнен томлением но и красота могучего творчества я мог вместить эту красоту как в некий храм воздвигнутый мной для нее в слабый священный организм но ей не было места в очутившемся передо мной сплошь состоящим из кровеносных сосудов костей и нервных узлов приземистом человеке с курносым носом и черной бородкой весь бергот которого я творил медленно осторожно по капле как создаются сталактиты из прозрачной красоты его книг этот бергот мгновенно утратил всякое значение поскольку надо было ему оставить раковиноподобный нос и надо было что-то делать с черной бородкой так перечеркивается решение задачи если мы не вчитались в условия и не заглянули в ответ какая сумма должна у нас получиться в итоге нос и бородка представляли собой неустранимые слагаемые тем более тягостные что заставляя меня наново создать личность бергота они словно содержали в себе производили беспрестанно выделяли особый вид ума деятельного и самодовольного но от этого ума лучше было держаться подальше ибо он ничего общего не имел с мудростью разлитой в книгах бергота которые я так хорошо знал и в которых жил миротворный божественный разум отправляясь от книг я так бы и не дошел до раковинообразного носа но отправляясь от носа которому казалось все нипочем он сам себе господин и знать ничего не желает я двигался в направлении противоположном творчеству бергота и натыкался на склад ума какого-нибудь вечно спешащего инженера который считает нужным когда с ним здоровается сказать спасибо а вы как не дожидаясь вопроса как поживает он и отвечает на заявление о том что с ним рады познакомиться с отрывистостью кажущейся ему самому учтивой остроумной и вместе с тем современной потому что она дает возможность не тратить драгоценного времени на пустословие взаимно конечно имена рисовальщики фантазеры они делают столь мало похожие наброски людей и стран что на нас часто находит нечто вроде столбняка когда вместо мира воображаемого нам предстает мир видимый а впрочем и этот мир тоже ненастоящий ведь по части уловления сходства наше чувство не намного сильнее нашего воображения вот почему рисунки с действительности в общем приблизительные во всяком случае так же далеки от мира видимого как далек он сам от мира воображаемого что же касается Бергота то его имя этот предварительный набросок связывало меня гораздо меньше чем его творчество которое я знал и вот теперь я должен был прикрепить к нему точно к воздушному шару господина с бородкой не знаю хватит ли сил у шара поднять его и все же это наверное он написал мои любимые книги потому что когда госпожа Сван сочла своим долгом сказать ему о моем увлечении одной из них он нисколько не был удивлен тем что она говорит об этом именно ему а не кому-нибудь еще из гостей и не усмотрел в этом недоразумение но распялив сюртук который он надел в честь гостей своим телом предвкушавшим обед сосредоточив внимание на других важных вещах он словно при напоминании о давнем эпизоде из его далекого прошлого как будто речь шла о костюме в котором герцог дегис появился в таком-то году на костюмированном балу улыбнулся при мысли о своих книгах и они мгновенно пали в моих глазах увлекая за собой в своем крушении всю ценность прекрасного ценность вселенной ценность жизни пали так низко что уже казались мне всего лишь дешевой забавой господина с бородкой герцог дегис генрих 1550 1588 французский аристократ видный политический деятель эпохи он претендовал на престол и был убит по распоряжению короля генриха третьего я говорил себе что наверное он имеет к ним отношение но что если б он жил на острове вокруг которого водятся жемчужницы он с успехом занимался торговлей жемчугом творчество уже не казалось мне неотъемлемым его свойством и я спросил себя в самом ли деле оригинальность служит доказательством того что великие писатели боги правящие каждой одному ему подвластным миром нет ли тут доли обмана не являются ли черты отличающие одно произведение от другого скорее результатом усилий чем выражением существенного коренного различия между людьми наконец все пошли к столу подле моей тарелки я обнаружил гвоздику стебель который был обернут в серебряную бумагу гвоздика смутила меня не меньше чем в передний конверт о котором я совершенно забыл эта мода хотя тоже для меня новая оказалась более понятной как только я увидел что все мужчины взяли по гвоздике лежавшие около их приборов и засунули ее себе в петлицу я последовал их примеру с непринужденностью вольнодумца который находясь в церкви и не зная литургии встает когда встают все а на колени опускается чуть-чуть позже еще одна мода тоже мне неизвестная но более земная еще меньше пришлась мне по нраву около моей тарелки стояла другая маленькая с каким-то черным веществом всего-навсего с икрой о которой я тогда еще не имел понятия я не знал как с ней обращаться и потому решил ее не есть Биргот сидел недалеко от меня мне было слышно каждое его слово и тут я понял маркиза Ден-Эрпуа в самом деле голос у Биргота был странный ничто так не влияет на голосовые данные как направление мыслей звучность дифтонгов силы губных зависит от него и дикция тоже дикция Биргота показалась мне совершенно не похожей на его слог и даже то о чем он говорил было не похоже на то что составляло содержание его книг но голос исходит из уст маски его одного недостаточно чтобы под маской мы сразу разглядели лицо которое открылось нам в стиле и лишь временами в Бирготовой манере выражаться которая могла показаться неестественной и неприятной не только маркиза Ден-Эрпуа я с трудом обнаруживал точное соответствие тем местам в его книгах где язык становился таким поэтичным и музыкальным тогда в том что он говорил ему виделась пластическая красота не зависящая от смысла фраз но ведь человеческое слово соотносится с душой а не выражает ее как выражает стиль вот почему казалось что то о чем говорит Биргот иные слова проборматовая иные если он стремился к тому что под их оболочкой означился некий единый образ растягивая без интервалов произнося как один звук с утомительной монотонностью почти не имеет смысла таким образом вычурность высокопарность и монотонность являлись особыми художественными приемами его устной речи являлись когда он разговаривал следствием той же самой способности благодаря которой он создавал в своих книгах вереницу музыкальных образов я сразу заметил и это мне было особенно больно что то о чем он в такие минуты говорил именно потому что это исходило непосредственно от Бергота не производило впечатления что это Бергот это был наплыв точных мыслей не в стиле Бергота а в стиле усвоенном многими газетчиками и это несоответствие в разговоре проступавшее смутно как проступает изображение сквозь закопченное стекло вероятно было другой стороной явления заключавшегося в том что любая страница Бергота не имела ничего общего с тем что мог бы написать кто угодно из пошлых его подражателей хотя и в газетах и в книгах они не скупясь украшали свою прозу образами и мыслями под Бергота различие в стиле объяснялось тем что Берготовское это прежде всего нечто драгоценное и подлинное таящееся внутри чего-либо и добытое оттуда гением великого писателя и вот это добывание и составляло цель сладкогласного певца а вовсе не желание писать как Бергот откровенно говоря воля его тут не участвовала он действовал так а не иначе потому что он был Берготом и с этой точки зрения каждая из красот его творения представляло собой частицу самого Бергота которая скрывалась в чем-либо и которую он извлек но хотя в силу этого каждая красота напоминала другие красоты и легко узнавалась все же она была единственной как и открытие благодаря которому она появилась на свет она была новой следовательно не похожей на то что именовалась стилем Бергота представлявшим собой неопределенный синтез всех Берготов которых он уже нашел и выразил и которые не давали бездарностям ни малейшей возможности предугадать что же еще он откроет это свойство всех великих писателей красота их фраз нечаянно как красота женщины которую ты еще не знаешь красота есть творчество ибо они наделяют ею предмет внешнего мира предмет о котором а вовсе не о себе они думают и которые они еще не изобразили современный мемуарист умеренно подражающий Сен-Симону в лучшем случае может написать начало портрета Вилара это был смуглый мужчина довольно высокого роста с лицом живым открытым особенным но никакой детерминизм не поможет ему найти конец и по правде сказать глуповатым Вилар Луи Эктор 1653-1734 французский полководец маршал Франции интересные воспоминания о нем оставил Сен-Симон Истинное разнообразие это вот такое изобилие правдивых и неожиданных подробностей это осыпанная голубым цветом ветка вопреки ожиданиям вырывающиеся из ряда по весеннему разубранных деревьев которыми казалось уже насытился взгляд тогда как чисто внешнее подражание разнообразию это относится ко всем особенностям стиля есть лишь пустота и однообразие иначе говоря полная противоположность разнообразию и только тех кто не понял что же такое разнообразие настоящего мастера может ввести заблуждение мнимое разнообразие подражателей только им оно может напомнить мастера дикция Бергота по всей вероятности восхищала бы слушателей при том непременном условии чтобы он был любителем читающим якобы из Бергота на самом же деле она была органически связана с действующей работающей мыслью Бергота вот только связь эта не сразу улавливалась на слух равным образом и речь Бергота становившаяся в силу того что она верно отражала пленявшую его действительность становившаяся до известной степени рассудочной чересчур питательной разочаровывая тех кто ждал что он будет говорить об извечном потоке видимости да о таинственном трепете красоты словом то всегда неожиданное и новое что было в его книгах в разговорной речи оборачивалось столь сложным способом решать вопросы пренебрегая торными путями что можно было подумать будто он цепляется за мелочи будто он заблуждается будто он щеголяет парадоксами и мысли его чаще всего казались смутными ибо каждый человек считает ясными только те мысли которые в своей смутности не превосходят его собственной впрочем поскольку для того чтобы ощутить новизну прежде всего необходимо отделаться от шаблона ставшего для нас привычным принимаемого нами за действительность всякая новая речь так же как всякая оригинальная живопись так же как всякая оригинальная музыка непременно покажется вычурной и трудной для восприятия новая речь строится на фигурах к которым мы не приучены нам кажется что человек изъясняется только при помощи метафор а это утомляет и производит впечатление неискренности ведь и старинные обороты речи тоже казались слушателю малопонятными образами в те времена когда он еще не знал отразившегося в них мира но уже давно люди привыкли именно так рисовать себе действительный мир и на этом успокоились вот почему когда Бергот теперь это кажется таким простым говорил про Котара что это чертик в коробочке пытающийся сохранить равновесие а про Брюшо что он больше следит за своей прической чем госпожа Сван от того что у него двойная забота о своем профиле и о своей репутации у него должны лежать волосы так чтобы он в любой момент мог сойти и за льва и за философа то это скоро приедалось люди признавали что им хотелось бы перейти в область чего-то более определенного о чем можно говорить в более привычных выражениях Брюшо персонаж романов Пруста профессор сарбоны один из завсегдата в салоне Вердюренов непонятные слова исходившие из уст маски которую я видел сейчас перед собой во что бы то ни стало нужно было соотнести с моим любимым писателем а между тем они упорно не желали вкладываться в его книги как вкладывается одна в другую коробочки они находились в другом плане они требовали перемещения и вот когда я однажды произвел такое перемещение повторяя фразы какие при мне произносил Бергот я обнаружил в них всю оснастку стиля его произведений в его устной речи которая мне сначала показалась такой непохожей на них я обнаружил приметы этого стиля и мог на них указать если говорить о деталях то его особая манера слишком четко с сильным нажимом выговаривать иные слова иные прилагательные которые часто повторялись в его речи которую он произносил не без напыщенности по слогам а последний слог нараспев в слове обличие которым он имел обыкновение заменять слово облик он удесятерял звуки Б Л Ч и они словно взрывались как бы вылетая из его разжимавшейся в такие минуты горсти точно соответствовало почетному месту на какой он ставил в прозе свои любимые слова выгодно их освещая оставляя перед ними нечто вроде полей вводя их в состав фразы таким образом что читателю приходилось во избежание нарушения ритма принимать в расчет всю их величину и все же в разговорной речи Бергота отсутствовал свет часто изменяющий в его книгах так же как в книгах некоторых других писателей внешний вид слова само собой разумеется этот свет исходит из глубины и его лучи не озаряют наших слов когда в разговоре мы открываемся для других но в известной мере бываем закрыты для себя если взглянуть на Бергота с этой точки зрения то окажется что его книги богаче интонациями богаче ударениями которые автор делал не для красоты слога он их не замечал ибо они неотделимы от его сущности эти-то ударения в тех местах его книги где он был самим собой и придавали ритмичность даже словам наименее важным по смыслу эти ударения никак не обозначены в тексте ничто на них не указывает они сами прикрепляются к фразам и фразы уже нельзя произнести по-иному и вот это и есть самое неуловимое и вместе с тем самое глубокое в писателе это свидетельство об его натуре свидетельство о том что он был нежен несмотря на все свои грубости чувствителен несмотря на всю свою чувственность некоторые речевые особенности слабо ощущавшиеся у Бергота не были ему одному присущими чертами когда я потом познакомился с его братьями и сестрами то обнаружу что у них они выражены гораздо ярче у всех появлялся какой-то отрывистый хриплый звук когда они произносили последние слова веселой фразы у всех голос словно падал и замирал в конце фразы печальный сван знавший мэтра когда тот был еще мальчиком рассказывал мне что уже тогда у него точно так же как у его братьев и сестер слышались эти переходы в известном мире наследственные от крика бурной радости к шепоту тягучего уныния и что в комнате где они играли он лучше всех ввел свою партию в этих то оглушительных то затихавших концертах как бы не был своеобычен звук человеческого голоса он недолговечен он не переживает самого человека с выговором семейства бергот дело обстояло иначе трудно понять даже когда слушаешь мейстер зингеров как удалось композитору сочинить музыку подражающую щебету птиц и все же бергот сумел транспонировать и закрепить в своей прозе растягивание слов повторяющихся в восторженных кликах или опадающих во вздохах скорби в его книгах встречаются окончания фраз где скопились долго не смолкающие созвучия как в последних звуках увертюры которая никак не может кончиться и все повторяет последнюю каденцию до тех пор пока дирижер не положит палочки и вот в этих созвучиях я потом обнаружил музыкальное соответствие фонетическим трубам семейства бергот а писатель бергот перенеся их в своей книге бессознательно перестал прибегать к ним в разговоре как только он начал писать вернее сказать позже когда я с ним познакомился его голос разоркестрировался навсегда молодые берготы будущий писатель его братья и сестры были конечно не выше а ниже умных и тонких молодых людей которые находили что берготы шумливы иначе говоря вульгарноваты которых раздражали их шуточки характерные для стиля всей семьи этой смеси вычурности с глупостью но для гения даже для большого таланта важно не столько то что его интеллект не так остер а манера держать себя в обществе не так изящно как у других сколько умений переключать и перенаправлять их чтобы согреть жидкость при помощи электрической лампочки нужна вовсе не самая сильная лампа нужно чтобы ток лампы перестал освещать чтобы он изменился и вместо света давал тепло чтобы двигаться по воздуху необходим вовсе не наиболее мощный мотор а такой который прекратив бег по земле избрал вертикальное направление и превратил свою горизонтальную скорость в восходящую силу равным образом гениальные произведения создают не те что постоянно общаются с самыми утонченными натурами не самые блестящие собеседники люди не самой широкой культуры но те что обладают способностью вдруг перестав жить для самих себя превращать свою индивидуальность в подобие зеркала с тем чтобы в нем отражалась их жизнь быть может ничем не примечательной с точки зрения светской и даже в известном смысле с точки зрения интеллектуальной ибо гениальность заключается в способности отражать а не в свойствах отражаемого зрелища в тот день когда молодой Бергот сумел показать читателям безвкусную гостиную где прошло его детство и рассказать о своих малоинтересных разговорах с братьями в тот день он поднялся над уровнем друзей его дома хотя они были и умнее и развитие его возвращаясь домой в прекрасных Роллс-Ройсах они могли с некоторым презрением говорить о вульгарности Берготов а он на своем скромном аэроплане наконец оторвавшемся от земли летал над ними другие особенности речи сближали его уже не с членами семьи а с современными писателями самые из них молодые не признавали его утверждали что между ними и Берготом никакой интеллектуальной близости не существует и все же эта близость сказывалась в том что они употребляли те же наречия те же предлоги какие без конца повторял он в том что они так же строили фразу говорили так же тихо и медленно это была их реакция на плавное красноречие предшествующего поколения эти молодые люди дальше мы увидим что такие случаи бывали могли и не знать Бергота но его мышление которое они усвоили потребовало нового синтаксиса и нового звучания ибо и то и другое находится в прямой связи с оригинальностью мысли связь эту впрочем не так легко установить слог Бергота был совершенно своеобразен а в устной речи он подражал своему старому товарищу хотя этот товарищ изумительный собеседник под чьим обаянием находился Бергот и которому он подражал в разговоре был менее даровит и ничего выше Бергота за всю свою жизнь не написал таким образом если не выходить за пределы устной речи Бергот оказался бы учеником второстепенным писателем но испытывая на себе влияние своего друга в разговорной речи как писатель он был оригинален он был творцом когда Бергот хорошо отзывался о чьей-нибудь книге он еще и для того конечно чтобы лишний раз отмежеваться от предшествующего поколения любившего отвлеченности и пышные фразы всегда выделял всегда отмечал образ или картину не имевшие симфолического значения да-да это хорошо говорил он там есть девочка в оранжевом платье да это очень хорошо или ну как же там есть такое место где по городу проходит пол как же как же это хорошо как стилист он был несовременен зато он был в высшей степени национален ненавидел Толстого Джорджа Эллиота Ипсона и Достоевского когда он хвалил чей-нибудь слог он непременно употреблял слово нежный да все-таки у Шотебриана я больше люблю Атало чем Рене по-моему это нежнее Джордж Эллиот 1819 1880 псевдоним английской писательницы Мэри Анн Эванс автора популярных в свое время социальных романов он произносил это слово как его произносит врач в ответ на жалобу больного что от молока у него болит живот да ведь это очень нежная пища да ведь и слогу самого Бергота свойственно благозвучие сродни тому за какое восхваляли своих ораторов древние но с трудом постигаемые нами ибо мы привыкли к новым языкам не ищущим подобного рода эффектов когда же разговор заходил о произведениях самого Бергота и ему выражался восторг он отвечал с застенчивой улыбкой по моему это в общем верно в общем точно это может быть полезно отвечал только из скромности так отвечает женщина когда ей говорят что у нее чудесное платье или чудесная дочь удобная или у нее хороший характер инстинкт строителя был у Бергота достаточно чуток и он не мог не знать что единственное доказательство того что он выстроил нечто полезное и правильное это радость какую оно доставило в первую очередь ему самому а потом и другим и лишь много лет спустя когда Бергот уже исписался всякий раз как из-под его пера выходило произведение которым он был недоволен но которое он вместо того чтобы уничтожить выпускал в свет он твердил теперь уже самому себе все-таки это в общем точно это не бесполезно для моей родины слова были те же самые но раньше он шептал их своим поклонникам из ложной скромности а теперь тайникам своей души чтобы успокоить уязвленное самолюбие то что прежде служило Берготу ненужным доказательством ценности его первых произведений с годами превратилось в пусть тщетное но все же утешение какого требовало посредственность последних его произведений известная строгость вкуса стремление писать только то о чем можно было сказать это нежно все из-за чего он столько лет считался бесплодным манерным художником чеканщиком пустячков и составлял секрет его силы ведь привычка вырабатывает стиль писателя и характер человека и если автор несколько раз получил удовлетворение от того что достиг в выражении своей мысли некоторого очарования он уже навсегда ограничивает свой талант подобно человеку который часто отдается во власть наслаждения лень страха боли и рисуя сам себя ретуширует свои пороки так что их уже не узнать ретуширует пределы своей добродетели если однако несмотря на обилие общих черт между писателем и человеком которое я установил впоследствии у госпожи Сван я сначала не поверил что передо мной Биргот автор стольких божественных книг пожалуй я был не так уж не прав ведь и он в истинном смысле слова верил в это не больше чем я он заискивал перед светскими людьми хотя и не был снобом перед литераторами перед журналистами которые были гораздо ниже его а значит не верил разумеется он признанный всеми уже тогда знал что у него такой талант рядом с которым вес в обществе и официальное положение решительно ничего не стоит знал что у него есть талант но не верил этому так как по-прежнему был приторно почтителен с посредственными писателями и благодаря этому скоро прошел в академике хотя академия и сен-жерменское предместе имеют такое же отношение к области вечного духа которой принадлежит писатель Бергот как к категории причинности или к идее бога он знал об этом так же как бесплодно знает клептоман что воровать дурно человек с бородкой и с носом в виде раковины прибегал к хитростям джентльмена ворующего вилки прибегал ради того чтобы приблизиться к желанному академическому креслу какой-нибудь герцогини которая могла обеспечить ему несколько голосов на выборах но так приблизиться чтобы никто из тех кто считал некрасивым преследовать подобную цель не заметил его подходов он добивался полууспеха речи подлинного бергота перемежались речами бергота эгоиста чистолюбца который только и думал как бы завязать беседу с могущественными людьми знатными или богатыми и таким образом предать себе цену думал тот кто в своих книгах когда он был самим собой ясно показывал как сильно очарование бедности что касается других пороков бергота на который намекал маркиз донорпуа а намекал он на то что привязанность бергота можно отчасти рассматривать как кровосмешение и на то что ко всему прочему бергот был якобы нечистоплотен в делах денежных то если они и вступали в кричащее противоречие с тенденцией последних его романов в которые он вложил столько проявляющегося и в мелочах мучительного страха утратить душевную чистоту страха отравляющего даже маленькие радости героев и наполняющего сердца читателей тоской от которой даже баловнем судьбы становится тошно жить на свете все же эти пороки пусть даже их приписывали берготу не зря не могли бы служить доказательством что его писание ложь и что необычайная его чувствительность комедия подобно тому как по видимости сходные патологические явления вызываются чересчур сильным или наоборот чересчур слабым напряжением выделением и так далее точно так же иные пороки проистекают из сверхчувствительности а иные из-за отсутствия какой бы то ни было чувствительности быть может только действительно порочная жизнь способна дать толчок к постановке нравственной проблемы во всей ее грозной силе и эту проблему художник решает не в плане личной жизни но в плане того что для него является жизнью подлинной и решение это решение обобщенное решение художественное как великие учителя церкви родившиеся на свет хорошими людьми часто начинали с познания грехов всего человечества и в конце концов достигали святости так же часто и великие художники родившиеся на свет людьми дурными пользуются своими пороками чтобы прийти к постижению кодекса морали для всех именно пороки или просто слабости смешные черты своей среды противоречивость суждений легкомыслия и безнравственность своих дочерей измену жен и свои собственные грехи особенно часто бичевали писатели не меняя однако ни своей жизни ни дурного тона царившего у них в доме но во времена Бергота этот контраст был еще разительнее чем прежде с одной стороны по мере того как развращалось общество представления о нравственности становились чище а с другой читатели знали теперь о частной жизни писателей больше чем раньше иной раз вечером в театре появлялся писатель которым я так восхищался в комбре и уже одно то с кем он сидел в ложе представлялось мне необыкновенно смешным или грустным комментарием беззастенчивым опровержением тезиса который он защищал в последнем своем произведении не из рассказов тех-то и тех-то почерпнул я многое об отзывчивости и черствости Бергота один из близких ему людей приводил мне доказательства его жестокости человек с которым он был незнаком приводил пример тем более трогательный что Бергот явно не рассчитывал на то что это станет известно его непритворной сердечности Бергот жестоко поступил с женой но на постоялом дворе где Бергот расположился на ночлег он задержался для того чтобы ухаживать за несчастной женщиной которая хотела утопиться а перед отъездом оставил хозяину много денег чтобы он не выгнал бедняжку и позаботился о ней быть может по мере того как великий писатель развивался в Берготе за счет человека с бородкой лично его жизнь тонула в потоке вымышленных им жизней и он уже не считал себя обязанным быть верным долгу своей жизни раз у него была теперь другая обязанность воссоздавать в своем воображении жизнь других людей но воссоздавая в своем воображении чувства других людей так как если бы это были его чувства Бергот когда случай хотя бы на самое короткое время сталкивал его с обездоленным смотрел на него не со своей точки зрения он ставил себя на место страдающего человека и с этой точки зрения ему были бы ненавистны рассуждения людей которые глядя на чужие страдания продолжают думать о мелких своих интересах потому то он и вызывал к себе правый гнев и неистребимую благодарность прежде всего это был человек в глубине души любивший по-настоящему лишь некоторые образы и как любит миниатюру на дне шкатулки любивший создавать их и живописать словами за какой-нибудь пустяк в том случае если этот пустяк служил ему поводом сплести его с другими он рассыпался в благодарность а за дорогой подарок не благодарил вовсе и если бы ему довелось оправдываться перед судом он невольно выбирал бы не те слова какие могли бы произвести на судью впечатление а по принципу образности на которую судья конечно и внимания бы не обратил в тот день когда я впервые увидел Бергота у родителей Жильберты я сказал ему что недавно видел Берма Федри он заметил что в сцене когда она поднимает руку на высоту плеча в одной из тех сцен за которые ей как раз особенно шумно аплодировали ее искусство по своему высшему благородству напоминает дивные изваяния которые она может быть никогда не видала напоминает делающую то же самое движение Геспериду с олимпийской метопой или прелестных дев древнего Эрехтеона Гесперида в древнегреческой мифологии одна из дочерей Геспера божества вечерней звезды Геспериды сторожили сад с золотыми яблоками этот сад находился на крайнем западе земного круга Олимпийская метопа квадратный промежуток на фризе одного из храмов древнегреческого города Олимпии раскопки которого проходили на протяжении всего девятнадцатого века Эрехтеон один из храмов афинского Акрополя воздвигнутый в честь оттического героя Эрехтея отождествляющегося иногда с посейдоном построен в 421-406 годах до новой эры Это, наверное, прозрение, хотя я допускаю, что она бывает в музеях. Любопытно было бы уследить уследить одно из тех излюбленных выражений Бергота, которые подхватывали молодые люди, нигде с ним не сталкивавшиеся. Это было нечто вроде внушения на расстоянии. «Вы имеете в виду кариатиды?» спросил Сван. «Нет-нет», ответил Бергот, «если не считать той сцены, где Берма признается в своей страсти Энони и где она делает такое же движение рукой, как Гегесо со стелы на керамике, она возрождает еще более древнее искусство». Гегесо изображение афинянки на стеле V века до Новой Эры, откопанной в 1870 году. Керамика древнее кладбище в Афинах. Я подразумевал коры из древнего Эрехтеона. Должен осознаться, что, пожалуй, трудно вообразить что-нибудь более далекое от искусства Росина, но ведь уже существует столько Федор одной больше. Коры. Шесть фигур, умаляющих на южном портике Эрехтеона. Да и потом, до чего хороша эта маленькая Федора VI века, до чего хороша вертикальные линии ее руки, локон под мрамор. Найти все это было совсем непросто. Тут гораздо больше античности, чем во многих книгах нынешнего года, которые были названы античными. В одну из книг Бергота входило знаменитое обращение к древним статуям, поэтому сказанное им сейчас было мне совершенно ясно и могло только подогреть мой интерес к игре Берма. Я пытался оживить ее в моей памяти такой, какой она была на сцене, где она поднимала руку на высоту плеча, и я говорил себе, вот Гесперида Олимпийская, вот сестра одной из дивных Аранд Акрополя, вот что такое благородное искусство. Из дивных Аранд Акрополя, то есть фигур молящихся, украшавших древний Афинский Акрополь. Но чтобы эти мысли еще украсили в моих глазах жест Берма, Берготу следовало высказать их до спектакля. Тогда, в то время, как эту позу актрисы я видел воочию, в тот миг, когда это явление обладало всей полнотой бытия, я мог бы постараться составить по нему представление о древней скульптуре. Но от Берма в этой сцене у меня сохранилось лишь воспоминание уже неизменное, худосочное, как образ лишившийся глубокой подпочвы, где можно рыться, и откуда на самом деле можно извлечь что-нибудь новое, образ, которому нельзя задним числом навязать толкование уже не поддающиеся проверки, не поддающиеся объективному анализу. Желая принять участие в разговоре, госпожа Сван обратилась ко мне с вопросом, не забыла ли Жильберта дать мне брошюру Бергота о Федре. У моей дочери ветер в голове, прибавила она. Бергот, застенчиво улыбнувшись, заметил, что написанное им не представляет интереса. «Нет, нет, ваш этюзик, ваш маленький трактат, это такая прелесть», возразила госпожа Сван. Ей хотелось показать, какая она хорошая хозяйка дома, хотелось, чтобы Бергот знал, что она читала его брошюру, и еще ей хотелось говорить комплименты Берготу не за все подряд, а с выбором, хотелось руководить им. И она в самом деле вдохновляла его, но только не так, как она предполагала. В сущности, между блестящим салоном госпожи Сван и целой гранью творчества Бергота существовала столь тесная связь, что для нынешних стариков одно может служить комментарием другому. Я стал делиться впечатлениями. Многие из них представлялись Берготу неверными, но он не прерывал меня. Я сказал, что мне понравился зеленый свет в тот момент, когда Федро поднимает руку. Как будет рад декоратор, это настоящий художник, я ему передам, он очень гордится этим эффектом. Я, по правде сказать, от него не в восторге, как будто все залито морской водой, а маленькая Федро, не дать не взять, коралловая веточка на дне аквариума. Вы скажете, что это подчеркивает космический смысл драмы, это верно, и все же это было бы уместней в пьесе, действие которой происходит в царстве Нептуна. Я прекрасно знаю, что там есть и мщение Нептуна. Боже мой, я вовсе не требую, чтобы помнили только опор-рояль, да ведь Рассин-то изображал не любовь морских ежей. И помнили только опор-рояль. Просто имеют в виду связь Рассина с аскетическим учением янсинизма, насаждавшегося в монастыре Пор-рояль, основан в 1204 году, переведен в Париж в 1625 году, закрыт в 1709 году по распоряжению Людовика XIV. Но в конце концов то, что задумал мой друг, все-таки очень сильно и в сущности красиво. Ведь вам-то это понравилось, вы-то это поняли, правда? В сущности мы с вами сходимся, его эффект довольно бессмыслен, но в конце концов это очень не глупо. Когда я бывал не согласен с Берготом, я не считал, что мне нужно умолкнуть, что мне ему нечего ответить, как в разговоре с маркизом Ден-Эрпуа. Это не значит, что суждения Бергота были легковестнее суждений посла. Напротив, сильная мысль передает частицу своей силы противнику. Являясь одной из общих духовных ценностей, она внедряется, прививается в сознание того, кто ее опровергает, среди близких ей мыслей, с помощью которых сознание дополняет ее, уточняет, и это дает ему некоторое преимущество. Таким образом, конечные выводы известной степени представляют собой творчество обоих участников спора. Только на мысли, которые, собственно говоря, мыслями не являются, на мысли шаткие, не имеющие точки опоры, не пустившие ростка в сознании противника, противник, натыкаясь на полнейшую пустоту, не знает, что ответить. Доводы маркиза де Норпуа в спорах об искусстве не получили отпора, потому что за ними не стояла реальность. Бергот не отмахнулся от моих суждений, и я ему признался, что маркиз де Норпуа отнесся к ним с презрением. «А, старый дятел», воскликнул Бергот, «он заклевал вас, потому что все люди представляются ему мошками и букашками». «А вы разве знаете Норпуа?» спросил меня Сван. «Он скучен, как осенний дождик», вмешалась госпожа Сван. Она очень прислушивалась к мнению Бергота, а потом, конечно, боялась, что маркиз де Норпуа насплетничает нам на нее. Я как-то после обеда заговорила с ним, но то ли он уж очень стар, то ли осавел, только он промямлил что-то невразумительное. «Необходим допинг». «Да, пожалуй», согласился Бергот. «Он подолгу молчит, чтобы не исчерпать до конца вечера запас глупостей, от которых оттопыривается воротник его рубашки и надувается его белый жилет». «По-моему, и Бергот, и моя жена чересчур строги», заметил Сван. «Дома он выступал в амплуа резонера». «Я понимаю, что вам должно быть не очень интересно Снерпуа, но если подойти к нему с иной точки зрения», Сван был собирателем курьезов, «то он довольно любопытен, довольно любопытен как любовник». Когда Нерпуа исполнял обязанности секретаря посольства в Риме, убедившись, что Жильберта не слышит, продолжал Сван, «он был без ума от своей парижской возлюбленной и находил предлоги два раза в неделю ездить в Париж, чтобы провести с ней два часа. Надо отдать ей справедливость, это очень умная женщина, а тогда она была еще и прелестна, теперь она богатая вдовушка, но таких как она в те времена было много. Я бы сошел с ума, если бы моя любимая жила в Париже, а я торчал бы в Риме. Нервным людям надо влюбляться в невеликих птиц, как говорит простой народ, чтобы денежный расчет ставил любимую женщину в зависимое положение. Тут Сван понял, что я могу применить это правило к нему самому и к Адетти, а ведь даже у людей выдающихся, и при том в такие минуты, когда они вместе с вами как будто бы высоко парят над жизнью, самолюбие остается мелким. Вот почему Сван вдруг почувствовал ко мне сильную антипатию. Проявилось это у него в беспокойном взгляде. Не сказал же он мне ничего. Удивляться тут особенно нечему. Когда Рассин — это выдумка, но такие случаи бывают в Париже на каждом шагу — намекнул при Людовике XIV на «Скорона», то самый могущественный в мире король в тот вечер ничего не сказал поэту, а на другой день поэт впал в немилость. Когда Рассин намекнул при Людовике XIV на «Скорона» Французский писатель Поль Скорон 1610-1660 был мужем Франсуазы Добинье, которая затем под именем госпожи де Монтенон была воспитательницей детей Людовика XIV и многолетней возлюбленной, а потом и тайной женой короля. Всякая теория требует, чтобы ее изложили полностью, а потому Сван поборол минутное раздражение, протер монокль и дополнил своему словами, пророческий смысл которых мне был тогда недоступен. Он открылся мне позже. Но такая любовь опасна. Зависимость женщины на время успокаивает ревность мужчины, но зато потом ревность эта становится все неотвязней. У заключенных и днем и ночью горит свет, так легче за ними следить. Вот такой же тюремный режим в иных случаях создают женщинам. Дело обычно кончается драмой. Я снова заговорил о маркезе Ден-Эрпуа. Не верьте ему, у него злой язык, сказала госпожа Сван, так подчеркивая эти слова, что мне стал ясен ее намек на то, что маркез Ден-Эрпуа говорит гадости именно про нее, а Сван взглянул на жену с упреком, точно желая остановить ее. Между тем, Жильберте уже два раза напоминали, что пора одеваться, лазьтесь к нему, слушала, о чем мы говорим. Казалось, трудно себе представить большее несходство, чем между брюнеткой госпожой Сван и этой рыжеволосой девушкой с золотистой кожей. Но мгновение спустя вы узнавали в Жильберте много черт, например, нос с внезапной и непреклонной решимостью, с резной незримым скульптором, который творит с помощью своего резца для нескольких поколений, много взглядов, движений матери. Если взять сравнение с другой областью искусства, то Жильберта напоминала не очень похожий портрет госпожи Сван, которую художник из колористической прихоти заставил позировать полуряженой в костюме венецианки, как будто она собирается на костюмированный бал. На ней белокурый парик, этого мало, из ее тела изъято все темное, и оттого кажется, будто на ней, лишенный черных покровов почти совсем ногой, накрытый лишь светом внутреннего солнца, грим лежит не только сверху, он въелся ей в кожу. Жильберта словно изображала сказочного зверька или мифологическое существо. Светлая кожа досталась ей от отца. Природа, создавая Жильберту, словно поставила перед собой задачу немножко переделать госпожу сван, но под руками у нее не оказалось ничего, кроме кожи свана, и природа отлично сумела воспользоваться ею, подобно столяру, который старается уберечь малейшее утолщение на дереве, малейший нарост. На лице у Жильберты, около одного из крыльев носа, в точности воспроизводившего нос одеты, кожа натянулась для того, чтобы сохранить в неприкосновенности две родинки сваны. Это была разновидность госпожи сван, выращенные рядом с ней, так же, как белую сирень выращивают под лиловой. Не следует, однако, представлять себе демаркационную линию между двумя подобиями абсолютно четкой. Временами, когда Жильберта смеялась, на ее лице, лице матери, можно было различить овал щеки отца, как будто их соединили, чтобы посмотреть, что получится из такой смеси. Овал едва намечался, тянулся в кость, округлялся, потом сейчас же исчезал. Выражение лица Жильберта напоминало добрый, открытый взгляд отца. Когда она подарила мне агатовый шарик и сказала «Это вам на память о нашей дружбе», она смотрела на меня именно так. Но стоило спросить Жильберту, что она делала, и в тех же самых глазах мелькали смущение, неуверенность, притворство, тоска, точь-в-точь, как давным-давно у адеты, когда Сван спрашивал, где она была, и она отвечала ему ложью, той ложью, которая приводила в отчаяние любовника, и которая теперь заставляла его, нелюбопытного и благоразумного мужа, мгновенно менять разговор. На Елисейских полях я часто с тревогой ловил этот взгляд у Жильберты, в большинстве случаев зря. У Жильберты это была черта чисто внешнего сходства с матерью. Взгляд ее, по крайней мере, в таких обстоятельствах, ничего не означал. Она была всего-навсего в школе, ей всего-навсего пора было на урок, а ее зрачки двигались так же, как некогда у Адетты, от страха, как бы ни открылось, что днем она принимала любовника или что она спешит на свидание. Так две натуры, Свана и его жены, колыхались, отливались, набегали одна на другую в теле этой мелюзины. Мелюзина, героиня средневековых легенд, в основном поативинских и рыцарских романов, фея, принимающая то образ необычайной красавицы, то змеи, считалась покровительницей феодального рода лузиньянов. Общеизвестно, что ребенок бывает похож и на отца, и на мать, но распределение достоинств и недостатков происходит очень странно. Из двух достоинств у кого-нибудь из родителей, представляющихся нераздельными, у ребенка проявляется только одно, и при том в сочетании с недостатком другого родителя, казалось бы, несовместимым. Более того, врастание душевного качества в противоположный ему физический недостаток часто является законом семейного сходства. Одна из двух сестер унаследует вместе с горделивой осанкой отца мелочную натуру матери. Другая умом вся в отца покажет этот ум в обличье матери. Такой же толстый нос, бугристый живот и даже голос матери превратятся у нее в покровы дарований, которые прежде славились величественной внешностью. Таким образом, о каждой из сестер можно с достаточным основанием говорить, от кого ей больше передалось, от отца или от матери. Жильберта была, правда, единственной дочерью, и все же существовало, по крайней мере, две жильберты. Две натуры, отцовская и материнская, не слились в ней, они боролись за нее, но и это будет неточное выражение. Из него можно заключить, будто некая третья жильберта страдала от того, что являлась добычей тех двух. Итак, жильберта бывала то той, то другой, а в каждый определенный момент какой-нибудь одной, например, неспособной, когда она бывала не такой хорошей, от этого страдать, потому что лучшая жильберта по причине своего кратковременного отсутствия не имела возможности заметить этот изъян. Равным образом худшие из двух могли доставлять удовольствие довольно пошлые развлечения. Когда в одной говорила отцовское сердце, у нее появлялась широта взглядов, и тогда вам хотелось совершить вместе с ней какое-нибудь благородное, доброе дело. Вы говорили ей об этом, но в тот момент, когда надо было решиться, вступало в свои права материнское сердце, и отвечало вам оно, и вы были разочарованы и раздражены, почти озадачены, как будто человека подменили, мелочностью соображений и неспроста отпускаемыми шуточками, забавлявшими жильберту, ибо они исходили от той, какой она была в настоящий момент. Разрыв между двумя жильбертами бывал иногда велик настолько, что вы задавали себе вопрос, что вы ей сделали, почему она так переменилась? Она же сама назначила вам свидание и не только не пришла, не только не извинилась, но, независимо от того, что помешало ей прийти, представала перед вами потом настолько другой, что вам могло бы показаться, будто вы жертва обманчивого сходства, на котором построены близнецы, будто это не она с такой нежностью в голосе говорила, как ей хочется вас видеть. Могло бы, если б не ее плохое настроение, под которым таилось сознание вины и желания избежать объяснений. Жертва обманчивого сходства, на котором построены близнецы. Речь идет о комедии древнеримского драматурга Плафта около 254-184 годов до новой эры, сюжет который построен на необычайном сходстве двух братьев-близнецов. «Да иди же, ты нас задерживаешь», сказала ей мать. «Не так уютно около папочки. Еще минутку», попросила Жильберта и уткнулась головой в плечо отца, ласково перебиравшего белокурые ее волосы. Сван принадлежал к числу людей, которые долго жили иллюзиями любви и которые убедились, что, позаботившись о благосостоянии многих женщин и тем осчастливив их, они не заслужили признательности, не заслужили нежности, зато в своем ребенке они ощущают привязанность, которая воплощена даже в фамилии и благодаря которой они будут жить и после смерти. Шарля Свана не будет, зато будет мадам Мадзель Сван или мадам Икс урожденная Сван, и она будет любить по-прежнему своего ушедшего из жизни отца. Может быть, даже слишком горячо любить, наверное, думал Сван, потому что он сказал Жильберте, ты хорошая девочка, растроганно, как говорят люди, тревожащиеся за судьбу человека, которому суждено пережить нас и который слишком к нам привязан. Чтобы скрыть волнение, Сван принял участие в нашем разговоре оберма. Обращаясь ко мне, он заметил, тон у него был, однако, равнодушный, скучающий, словно ему хотелось дать понять, что это его не очень затрагивает, как у много, как неожиданно правдиво прозвучали у актрисы слова, которые она говорит Энони, ты это знала. Он был прав. Верность, по крайней мере, этой интонации была мне в самом деле ясна, и, казалось бы, могла удовлетворить мое желание подвести прочный фундамент под мое восхищение игрой Уберма. Но именно в силу своей понятности она его и не удовлетворяла. Интонация была деланная, заранее придуманная, однозначная, она существовала как бы сама по себе. Любая умная актриса сумела бы ее найти. Мысль была прекрасная, но кто вполне постигнет ее, тому она и достанется. Узаберма сохранялось то преимущество, что она ее нашла. Но можно ли употреблять слово найти, когда речь идет о нахождении чего-то такого, что не отличается от заимствованного у других, чего-то такого, что по существу принадлежит не вам, коль скоро кто-нибудь другой может это воспроизвести вслед за вами. Как вы, однако, своим присутствием умеете повысить уровень разговора, сказал мне, словно оправдываясь перед Берготом Сван, научившийся у германтов принимать знаменитых художников как хороших знакомых, угощая их любимыми блюдами, сажаясь за игру, а в деревне предлагая заняться каким угодно спортом. «Если не ошибаюсь, у нас был интересный разговор об искусстве», добавил он. «Очень интересный, я так это люблю», подхватила госпожа Сван, бросая на меня признательный взгляд. «Во-первых, из добрых чувств, а во-вторых, потому что она сохранила давнее свое пристрастие к умным разговорам». Бергот теперь говорил с другими, главным образом, с Жильбертой. Я рассказывал ему о всех своих переживаниях с непринужденностью, которые удивляли меня самого и которые объяснялись тем, что, приобретя за несколько лет, в течение столько часов, когда я сидел один за книгой и когда Бергот был для меня только лучшей частью меня самого, привычку быть искренним, откровенным, доверчивым, я стеснялся его меньше, чем кого бы то ни было другого, с кем я говорил бы впервые. И тем не менее, именно поэтому меня очень беспокоило, какое я на него произвожу впечатление. Мысль, что он должен отнестись к моим суждениям презрительно, возникла у меня не теперь, а в давно прошедшие времена, когда я начал читать его в нашем саду в Комбре. Мне следовало бы сказать себе, что раз я искренне, а не на показ увлекаюсь Берготом, и в то же время испытываю непонятное мне самому чувство неудовлетворенности в театре, то эти два душевных движения не противоборствуют, а наоборот подчиняются одним и тем же законам, и что образ мысли Бергота, который я так давно люблю в его книгах, не может быть совершенно чужд и враждебен моему разочарованию и моей неспособности выразить его. Ведь мое мышление должно быть единым, и может статься, в самом деле существует только одно мышление, с которым все люди существуют, мышление, на которое каждый из глубины своего особенного существа устремляет взгляд, как в театре, где у каждого свое место, но зато одна сцена. Разумеется, мне хотелось разобраться не в тех мыслях, в которые обычно погружался в своих книгах Бергот, но если бы мышление было у нас обоих одинаковое, то Бергот, слушай меня, должен был бы вспомнить свои мысли, полюбить их, улыбнуться им, но, вероятно, вопреки моим предположениям, перед его умственным взором находилась другая сторона мышления, противоположная той, срез которой вошел в его книги и по которой я судил о всем его внутреннем мире. Священники, обладающие широчайшим душевным опытом, легче всего отпускают грехи, которых они сами не совершают. Вот так же и гений, обладающий широчайшим мыслительным опытом, легче всего постигает идеи, наиболее противоположные тем, что составляют основу его произведений. Все это мне следовало сказать себе, хотя в этом нет ничего особенно приятного, так как благосклонность высоких умов неизбежно влечет за собой непонимание и враждебность со стороны посредственности. Радость же, доставляемая благожелательностью великого писателя, которую в конце концов можно вычитать и из его книг, не может сравниться с муками, причиняемыми враждебностью женщины, на которой ты остановил свой выбор не за ее ум, но разлюбить которую ты не в силах. Все это мне следовало бы сказать себе, но я этого себе не сказал. Я был уверен, что Бергот счел меня за дурака, и вдруг Жильберта прошептала мне на ухо, «Я в восторге! Вы покорили Бергота, моего большого друга! Он сказал маме, что вы на редкость умны!» «А куда мы поедем?» спросил я Жильберту. «Да куда угодно! Вы же знаете, туда ли, сюда, ли мне?» Однако после случая происшедшего в годовщину смерти ее деда, я стал задумываться, такой ли характер у Жильберты, каким я его себе представляю, а что если ее безразличие к тому, что затевается, ее благоразумие, спокойствие, неизменно кроткая покорность таят в себе бурные страсти, которым она из самолюбия не дает вырываться наружу, и которые проявляются у нее лишь во внезапном упрямстве, когда они наталкиваются на случайное сопротивление. Бергот жил в том же квартале, что и мои родители, и мы с ним поехали вместе. Дорогой он заговорил о моем здоровье. Я слышал от наших общих друзей, что вы больны, и я очень вам сочувствую. Впрочем, я вам не так уж сочувствую. Я убежден, что у вас есть духовные радости, и, вероятно, они для вас важнее всего, как для каждого, кто их изведал. Увы, я-то знал, что я совсем не такой, что любая самая высокая мысль оставляет меня холодным, что я счастлив, когда я просто отображу. Счастлив, если у меня хорошее самочувствие, я-то знал, что жду от жизни чисто физических наслаждений, знал, как легко было бы мне ни о чем не думать. Среди своих радостей я не отличал тех, что проистекали из иных, более или менее глубоких и постоянных источников, а потому, отвечая Берготу, я подумал, что мне хотелось бы познакомиться с герцогеней германской, хотелось бы почаще ощущать, как в старой податной конторе на Елисейских полях сырость, напоминавшую мне комбре. Ну, а такой жизненный идеал, идеал, о котором я не смел заикнуться Берготу, для духовных радостей места не оставлял. Нет, духовные радости для меня мало что значат, я к нему не стремлюсь, я даже не знаю, испытывал ли я их когда-нибудь. Ну, что вы, воскликнул Бергот, да нет, послушайте, все-таки вы их ни на что другое не променяете, иначе я вас себе не представляю, я в этом уверен. Разумеется, он меня не переубедил, но дышалось мне теперь легче, свободнее. После разговора с маркизом де Нурпуа я стал смотреть на свою мечтательность, восторженность, доверчивость, как на нечто чисто субъективное, ненастоящее, а из слов Бергота, который как будто понимал меня, вытекало, что мои сомнения, мое недовольство собой нельзя принимать всерьез. Особенно его мнение о маркизе де Нурпуа ослабляло силу приговора, который мне до сих пор представлялся обжалованию неподлежащим. — Вы лечитесь, спросил Бергот, кто за вами наблюдает? Я ответил, что меня навещал и, наверное, будет навещать Котар. — Это совсем не то, что вам нужно, скричал Бергот. Я не знаю, какой он врач, но я его видел у госпожи Сван, осел. Даже если предположить, что это не мешает быть хорошим врачом, в чем я, однако, сомневаюсь, то это мешает быть хорошим врачом художников, врачом людей интеллигентных. Таким людям, как вы, нужны необычные врачи. Я бы даже сказал, нужен особый режим, особые лекарства. Котар вам наскучит. Они что так не сводят на нет лечения, как скука? Да вас и нельзя лечить, как всякого другого. У интеллигентных людей болезнь на три четверти проистекает из их интеллигентности. Им во всяком случае требуется врач, разбирающийся в этой болезни. Разве Котар может вас лечить. Он установил, что вы плохо перевариваете соусы, установил, что желудок у вас не в порядке, но он не установил, что вы читали Шекспира. Словом, вы не оправдываете его построение, равновесие нарушено, чертик всякий раз подскакивает. Котар найдет у вас расширение желудка. Для этого ему не надо осматривать вас, оно уже у него в глазах. Вы можете его увидеть, оно отражается у него в пенсне. Эта манера выражаться очень меня утомляла. С тупостью, присущей здравому смыслу, я уверял себя. Расширение желудка отражается в пенсне профессора Котара не лучше, чем белый жилет маркиза де Нурпуа скрывает его глупость. Я бы вам посоветовал, продолжал Бергот, обратиться к доктору Дю Бульбому, это вполне интеллигентный человек. Он ваш большой поклонник, заметил я. Я убедился, что Бергот об этом знает, и пришел к выводу, что родственные души сходятся быстро, что настоящих неведомых друзей на свете немного. Мнение Бергота о Катаре поразило меня, настолько оно было противоположно моему. Меня ничуть не тревожило, будет ли мне скучно с моим врачом. Я надеялся, что благодаря искусству, законы которого мне недоступны, он, подвергнув меня тщательному осмотру, произнесет неоспоримое суждение о моем здоровье. А предпримет ли он попытку с помощью своего мышления постигнуть мое, быть может, более развитое, но в котором я видел лишь само по себе не представляющее ценности средства постижения объективной истины, это для меня значения не имело. Я очень сомневался, что умным людям нужна другая гигиена, чем дуракам, и готов был придерживаться правил гигиены для дураков. А вот кому необходим хороший врач, так это нашему другу Свану, сказал Бергот. Я спросил, чем он болен. Как тут не заболеть? Этот человек женился на шлюхе, и каждый день глотает попол сотни обид от женщин, которые не желают ее принимать, и от мужчин, которые с ней спали. У него от этого рот перекосило. Обратите внимание, как высоко взлетает его бровь, когда он заглядывает, кто у нее. Недоброжелательный тон, каким Бергот говорил с посторонним человеком о людях, с которыми он был дружен на протяжении многих лет, явилось для меня не меньшей неожиданностью, чем почти нежный тон, каким он говорил со сванами. Субтитры Субтитры